Саморегулирование личности. Нужно бояться праздности и беспорядочности. Лев Толстой. Самому себя совершенствовать, самому себя образовывать и в случае склонности к злу развивать в себе нравственные качества. Вот в чем обязанность человека. Кант. Саморегулирование личности. Сложное и кропотливое дело, требующее соответствующих знаний. Этому вопросу еще с давних времен уделялось огромное внимание. Например, следующая выдержка из Кадха Упанишады. Сказание о Начикете говорит следующее. Третье. Знай, что атман – это едущий в колеснице. Тело – колесница. Знай, что разум вознится. Мысль поистине узда. Четвертое. Говорят, что чувства – это кони, а то, что действует на чувства – их пастбище. Мудрецы говорят, что упряжка из тела чувств и мыслей и есть наслаждающийся атман. Пятое. Тот, кто живет неразумно, никогда не напрягая мысли, тому не подвластны чувства, как возничьему непослушный кони. Шестое. Но тот, кто живет разумно, кто постоянно напрягает мысль, тому подвластны чувства, как возничному послушные кони. Всякое саморегулирование личности начинается со знания механизма построения и управления полевой формой жизни человека, а также знания механизмов взаимодействия полевой формы жизни с физическим телом. Подлинное саморегулирование личности начинается непосредственно с ее истока – атмана, поруши – и заканчивается в физическом теле. Помните знаменитую фразу Иисуса Христа «Я есть альфа и омега» – начало и конец. Итак, что же мы должны регулировать в собственной личности, чтобы жить здоровой, полноценной жизнью? Первое. Не растрачивать, а сохранять и постоянно пополнять психическую энергию, лежащую в основе образования полевой формы жизни человека. Второе. На основании знаний механизма поведения умело управлять полевой формой жизни. Третье. Знать обратное влияние физического тела на полевую форму жизни человека. Естественно, каждый из этих трех вопросов имеет собственные подразделы. Рассмотрим последовательно вышеуказанные вопросы с их подразделениями. Первое. Не растрачивать, а сохранять и постоянно пополнять психическую энергию, лежащую в основе образования полевой жизни человека. Этот вопрос разделяется на следующие подразделы. А. Волевое напряжение личности. Б. Личностный смысл. Цель жизни. В. Шкала внутренних ценностей. Г. Правильная постановка жизненных задач и их решения. Волевое напряжение личности или психическое напряжение отражает степень выработки личностью психической энергии для организации собственного поведения в каждый текущий момент жизни. Каждый человек в зависимости от индивидуальной конституции, интеллектуального развития, наличие эмоционально-клеточных загрязнений по-разному способен осуществлять волевое напряжение, что в итоге приводит к выработке различного количества психической энергии. В итоге получается, что одни люди в течение суток могут вырабатывать ее больше, а другие меньше. Повышенная выработка психической энергии делает этих людей более активными. Они занимают лидирующее положение в семье, коллективе, обществе. Так или иначе, навязывают свое мнение. Стиль жизни формируют моду и шкалу внутренних ценностей человека и так далее. Но при этом каждый человек имеет свой индивидуальный диапазон выработки психической энергии от минимума до максимума. Если человек проявляет минимальные волевые напряжения, то энергии вырабатывается мало. Эмоции вялые, блеклые. Функции организма, вегетативной нервной системы активированы слабо. Внешне это выражается в вялости, расслабленности, расплывчатости фигуры, подверженности всевозможным заболеваниям. Если человек проявляет волевые напряжения, близкие к максимуму, он вырабатывает повышенное количество энергии, живет яркими эмоциями. Функции вегетативной нервной системы активны. В крови повышенное количество гормонов, сильнее иммунитет, интенсивнее метаболизм. Внешне это выражается в активной деятельности, повышенным интересам к окружающим, крепким здоровьем, упругим телом, тягой к другому полу. Но если человек по каким-либо причинам проявляет завышенные для себя волевые напряжения, например, спортсмен, то это приводит к перерасходу психической энергии и чревато неблагоприятными последствиями. К выработке и накоплению психической энергии необходимо подходить с двух позиций. А. Применять стрессы небольшой и средней силы с целью получения в организме ответных реакций, тренировки и активации. Б. Постепенно подготавливая ткани и органы к пропусканию повышенного потока психической энергии. Если не соблюдать пункт А, то возможен психический срыв. А если Б, то повышенный поток психической энергии разрушит ткани физического тела и сделает человека калекой. Таким образом, каждый человек может с сознательным волевым напряжением активировать свой организм, что увеличит способность воспринимать и обрабатывать информацию, лучше ее использовать. В результате этого повышается интенсивность бытия. Человек легче преодолевает препятствия, не боится трудностей. Все это говорит о высоком уровне саморегуляции личности. И наоборот, пассивность, неспособность справиться с трудностями, боязнь препятствий свидетельствует о низком уровне саморегуляции. Цель жизни, личностный смысл человека является генераторами, активаторами выработки психической энергии, движущей силой саморегуляции и самосовершенствования. Цель жизни выражается в наиболее полном раскрытии человеком своих возможностей, вызывающих чувство уверенности и надежности. От того, насколько человек желает раскрыться, проявить свои задатки, настолько он будет тратить собственную психическую энергию и пополнять ее еще большим количеством. Иван Павлов так говорил о цели жизни. Он называл ее рефлексом цели. Рефлекс цели имеет огромное жизненное значение. Он есть основная форма жизненной энергии каждого из нас. Вся жизнь, все ее улучшения, вся ее культура делается рефлексом цели. Делается только людьми, стремящимися к той или другой поставленной ими себе в жизни цели. Наоборот, жизнь перестает привязывать к себе, как только исчезает цель. И действительно, более или менее осознаваемая цель жизненно необходима человеку для сохранения его душевного равновесия. Цель жизни осуществляется посредством реализации ближайших и отдаленных целей. Но подлинный смысл жизни заключен в отдаленной цели. Цель жизни должна обладать двумя особенностями – требовать упорного труда, иначе цель не будет способствовать самовыражению. Плоды этого труда должны быть не мимолетными, а непрерывно накапливаться в течение жизни, иначе цель не была бы отдаленной. Отдаленная цель устраняет мучительные, ведущие к подавленности, то есть дистрессу, сомнения при выборе и совершении поступков. Личностный смысл отражает содержательную сторону индивидуального сознания, которая характеризует, насколько человек отождествляет себя собственной личностью, ту или иную идею, обычай, моральную норму, социальную ценность, оздоровительную систему и т.д. Степень такого отождествления бывает различной, начиная от полного неприятия до активной борьбы за ее реализацию. Вот мы и подошли к понятию шкала внутренних ценностей человека. Личностный смысл и цель жизни человека зависят от того, какие в настоящее время в обществе ценности, что считается благом, а что ему противоположно, что считается высоконравственным, а что безнравственным и т.п. В каждом обществе, стране, городе существовала и существует своя шкала ценностей. Сознательно или бессознательно, но каждому человеку с детства навязывается определенная шкала ценностей, которую, вырастая, он принимает или отвергает, создавая свою собственную. Это уже зависит от интеллектуального развития. После окончательного оформления основных ценностей в шкале, человек ставит перед собой жизненную цель и ряд промежуточных. Способ достижения этих целей теперь для него становится личностным смыслом. Теперь человек, отождествляя себя с этим личностным смыслом, посредством проявления сознательных волевых усилий, реализует их в жизнь. Закончить школу, поступить в учебное заведение, получить престижную специальность, устроиться на высокооплачиваемую работу, создать семью, обеспечить детей и собственную старость и т.п. Саморегулирование личности на всех этапах жизни означает, что среди импульсных влечений, потребностей, интересов для достижения поставленной цели, человек должен научиться нелегкому чувству отказа. Разногласие между «хочу» и «могу» оставляет чувство обиды, недовольства самим собой. Это означает, что сознательному или бессознательному хотению, импульсу, созревшему и идущему из глубин полевой формы жизни становится преграда-блок. В результате преграды, отходы полевой формы жизни, все эти хотения, недовольства и обиды самим собой не выводятся в виде того или иного действия, а остаются, капсулируются в объеме полевой формы жизни человека и образуя в ней искажения, то есть раковины. В свою очередь, раковина или искажения ухудшают регулировку физического тела и его функции со стороны полевой формы жизни, что со временем приводит к болезненному состоянию как отдельных органов, так и всего организма. Чувство обиды, недовольства самим собой, жизненными условиями и так далее, как раз и означает, сигнализирует, что у вас образовался подобный голографический узелок, отнявший час энергии из общего объема полевой формы жизни и постоянно оттягивающий жизненную энергию при появлении чувства обиды. Необходимо научиться спокойно отказывать себе, спокойно принимать собственные поражения, реально смотреть на самих себя и окружающих, с детства учиться проигрывать и не раздувать таких событий до размеров трагедии, то есть заченувшийся аффект, а наоборот закаляться ими, учиться на них, превращать поражение в ступени собственного роста, неуклонно приближаясь к цели. Примеры из оздоровительной практики интеллигента, конструктора авиационных двигателей, академика, генерала Александра Александровича Микулина и сына шахтера Порфирия Корнеевича Иванова. Микулин. Ни моя мать, ни отец, ни другие близкие родственники не отличались долголетием, а мне вот уже 90 лет. И как видите, я достаточно бодр, продолжаю работать, сохранил свежесть творческих мыслей. Это я объясняю исключительно тем, что 50 лет назад окончательно понял, нельзя жить самотеком, лениться, не заниматься физкультурой и спортом, переедать, употреблять спиртное и курить. Я стал последовательно соблюдать свои принципы, а затем заинтересовался проблемой повышения жизнеспособности организма и как ученый, как инженер-конструктор. Так появилась моя книга «Активное долголетие», которая, как вы помните, имеет под заголовок «Моя система борьбы со старостью». В ней есть положения, которые вызывали и вызывают возражения. Однако я никогда не призывал слепо следовать моим рекомендациям. У каждого человека свои особенности, привычки, темперамент. Значит и образ жизни должен быть индивидуальным, но обязательно активным. Сам я продолжаю придерживаться всех принципов своей системы. Правда, бег заменил быстрой ходьбой. Для определенного возраста это закономерная корректировка. Желаю вам быть всегда и во всем активным и непременно иметь заветную цель. А достигнув ее, ставить перед собой новую, тогда жизнь пройдет плодотворная и будет что вспомнить на склоне лет. А теперь Порфирий Иванов. Не сверхъестественный я был человек и не надо меня честным величать. Я был одно время, до 35 лет, это примечание мое, разбойник природе, грабил ее, убивал жизнерадостность, не считаясь ни с чем, а себе строил благо, все делал для того, чтобы жить хорошо. Детство, молодость и возмужалые годы мои я провел так же, как и все. Но потом удалился вон из этого всего, чего делали все люди и все как один из-за этого поумирали. Я этой дорогой со своим здоровьем не пошел, стал ее постепенно оставлять и стал приближаться к тому, чтобы подружиться с природой. Я стал в природе жить по-своему. Это дело для людей сознательно. По природе в трусиках зиму и лето ходил. Надо верить и надеяться на природу, на неумолкающее движение в воздухе. Это все не стоит на месте. И никто эту штуку не опознал. Надо чистым телом спускаться в воду, без всякого питания и дыхания терпеть. Словом, не вонять своим телом по природе, уметь любить ее и дружиться с нею. Я от этого крепко терпел и ждал времени. Очень тяжело было, но вытерпел. У меня адское терпение на то, чтобы все на себе лично испытать и понять, а потом на себе и других применять. Чтобы от всего этого на земле польза была. Сила человекова приобретается физически. Самое главное воздух. Вся сила вдохи и выдохи. Я и сейчас бегаю быстро и не хвалюсь этим. У меня мой бег, моя быстрота вырабатывает силу воли. Я всех прошу и умоляю, чтобы этот человек делал. Я с неба не упал, а родился, как и все люди. Я прошу любого человека, чтобы он согласился с моей мыслью. В любое время года стать таким человеком, как наш учитель. Один день не кушать, это будут твои силы. Но не учитель его. Учитель их нашел и опознал это дело сам. Силы не в природе находятся, а в теле человека. Тело это живая естественная природа. В нем есть энергия, электричество. Второе. На основании знания механизмов поведения умело управлять полевой формой жизни. Этот вопрос подразделяется на следующие подразделы. А. Владеть механизмом собственного поведения, настроения и страстей. Б. Приобретать полезные привычки и качества. В. Преодолевать критические жизненные ситуации. Г. Знать и использовать различные виды саморегуляции. Чтобы умело владеть механизмами собственного поведения, настроения и страстей, необходимо знать мотивы их вызывающие. Умение управлять мотивами, сознательно отбирать их согласно шкале внутренних ценностей, поможет вам легко и просто контролировать собственное поведение, настроение и страсти. К тому же вы должны понять, осознать и активно проводить в жизнь наидревнейшую истину. Первопричина Атман, она же Пуруша, создавшая человека, его личность, постоянно наслаждается своим творением. Что бы при этом ни ощущал человек, плохое или хорошее, первопричина наслаждается всем. Разделение на плохое и хорошее для человека – это функция аналитического ума. Отсюда получается очень интересный и жизненно важный вывод. Вы можете, не наслаждаясь аналитическим умом, все равно наслаждаться. А можете наоборот, наслаждаться аналитическим умом, представляя плохое благом и наслаждаться как индивидуальная душа – Атман. Мудрецы говорят, что упряжка из тела, чувств и мыслей и есть наслаждающийся Атман. И оказывается, что для того, чтобы неприятно сделать приятным, надо в уме поменять собственное отношение к воспринимаемому. Принимайте хорошее и плохое как благо, как своеобразный жизненный урок, урок, который нужен именно вам. Все, что не делается Богом к лучшему. Только при таком восприятии окружающей действительности вы будете окружены эмоциями радости, восторга, и мир вам будет казаться добрым и радостным, но справедливым. Для живущих в страхе перед завтрашним днем, ненавидящих своих обидчиков, обвиняющих окружающих в собственных неудачах, мир грозен, мрачен, жесток. В результате все плохое, отрицательное, подавленное, созданное собственным неправильным отношением к происходящему, отлагается в виде голографических энергоинформационных вкраплений империла полевую форму жизни. И наоборот, радость бытия, без подразделения на плохое и хорошее, принятое таким, как оно есть, не оставляет негативных следов в полевой форме жизни, но питает и укрепляет саму первопричину человека, атман, порушу, или как я говорил, дух, искру, творца. И в этом нет ничего удивительного. Физическое тело укрепляется пищей, содержащей гравитационную и другие виды энергии. Полевая форма жизни укрепляется тепловой, электромагнитной, световой и другими видами энергии, а атман, поруша, питается и укрепляется возвышенной радостью. И эту радость, восторг, счастье человек должен создавать и извлекать из повседневных жизненных ситуаций. Это и есть то богатство, которое воры не крадут и черв не точит. Солнце отдает себя в виде лучей света и тепла. Земля дает нам место для жизни и поддерживает наше тело, а мы отдаем себя в виде великой любви на благо всей вселенной. В этом и есть смысл великого закона жертвы. О том, что существует первопричина человека, атман, поруша, или дух, уже доказали ученые. Ниже следующая выдержка из статьи «Можно ли взвесить душу?» рассказывает об этом. Как известно, согласно верованиям, душа покидает наше бренное тело в момент смерти. А раз так, решили американские исследователи, нельзя ли ее взвесить. Сказано – сделано. Ученые сконструировали специальные весы, где были предусмотрены все возможные изменения веса умирающего известной медицины. Провели серию опытов. Результаты превзошли все ожидания. Думали получить тысячные доли грамма, а оказалась человеческая душа весит от 2,5 до 6,5 грамма. Ленинградским медикам удалось с приборами зафиксировать эту субстанцию. В момент смерти от человеческого тела отделяется некий объект, который имеет форму яйца. Вот так человеком делается собственная судьба. Повседневное поведение, настроение за счет установок аналитического ума вызывают благие или отрицательные последствия для здоровья и всей последующей жизни. Чтобы лучше уяснить все механизмы собственного поведения, давайте разберем в качестве примера механизм образования страсти, описанный Нилом Сорским. Нил Сорский жил последнюю четверть 15-го начала 16-го века. По стрижене Кирилла Белозверского монастыря пользовался его богатейшими книжными собраниями. Посетил Константинополь и Афон, где изучал греческий язык и ознакомился с собраниями книг Афонских монастырей. Первое. Началом всякой страсти является прилог. Впечатление, производимое предметом при его восприятии или же образ предмета, возникший предмысленным взором при вспоминании о нем. Вообще, мимолетные чувства и мысли, которые при определенных условиях становятся источником страсти, появляются независимо от нашей воли, а потому не поддаются моральной оценке. Второе. Сочетание, присоединение к первоначальному образу и мыслям новых психических компонентов. Зачатка воли и чувства. Это происходит тогда, когда человек останавливает и заостряет внимание на мысли, предмете или идее. На этой ступени уже по собственной воле происходит принятие решения. На этой стадии возможно осознанно решить проблему трояким образом. А. Открыть зеленый свет страстному началу, что даст вывод энергии наружу, но привяжет человека к объекту страсти и ввергнет в порочный круг последствий. Б. Волевым усилием подавить страсть и тем самым замуровать в собственной полевой жизни, ее образовав раковину. Б. Согласно шкале внутренних ценностей рассмотреть страсть с различных точек зрения и решить, стоит ли за это браться. И если стоит, то взвесь в ситуацию, найти наиболее оптимальный вариант для беспрепятственного излияния страсти, не вредя ни себе, ни окружающим людям. Третье. Сложение. Теперь волевой компонент подключает энергию для реализации задуманного. Это начало страстного увлечения, возникшей мыслью, вспыхнувшим чувством, осмысленной идеей. На этом этапе энергетика человека тратится на удовлетворение поставленной цели. Четвертое. Стадия пленения. Означает полное подчинение собственной деятельности на удовлетворение задуманного. Человек использует все для достижения интеллект, внутренние резервы и так далее. Различает два вида пленения страстью, добровольное или невольное. Как в первом, так и во втором случае происходит одно человек полностью подчинен страсти. Пятое. И наконец наступает последняя стадия, которая характеризуется длительностью. В результате сильной и длительной энергетической работы в организме человека образуется устойчивый энергоинформационный очаг страсти, который подобно живому существу начинает сосать энергию из организма, создавая соответствующий настрой с целью получения энергии нужного ему качества и достаточного количества. Вот так божественная природа человека при попустительстве аналитического ума порождает в себе дьявола, питающегося от божественной природы и подчиняющий ее себе. Мы с вами рассмотрели отрицательные варианты страсти. Но этот же механизм можно использовать себе на благо, то есть вызвать благою страсть. Вы можете создать себе какой-либо положительный идеал и всеми силами стремиться к его достижению. В результате этого вы формируете энергоинформационный очаг благости, святости или здоровья, которые будут облагораживать и оздоравливать вас, подчиняя низшую природу человека выше. Ниже следующие два примера проиллюстрируют вышеописанно. Пример первый. В одной из камер за массивной железной дверью содержался осужденный Василий Кулик, 1956 года рождения. Открыли двери и ко мне в коридор вышел еще молодой человек среднего роста. Я назвался и объяснил, что хотел бы с ним побеседовать. Он не возражал и начал свой рассказ так. Родился я в Иркутске, в довольно благополучной семье, с третьим ребенком. Отец доктор биологических наук, профессор, мать директор школы. Росли мы в полном достатке, хорошо учился в школе, легко поступил в государственный институт. Потом много лет работал линейным врачом городской станции скорой помощи. Семейная жизнь сложилась удачно. Жена по образованию юрист. У нас двое детей, очень люблю их. Теперь они от меня отказались. Не пил, не курил. На себя лишние копейки не тратил. И вот свихнулся. Сегодня для себя не могу объяснить, когда и почему сорвался. Не хочу себя оправдывать, но наш мир всегда был ужасно уродлив. Полон насилия жестокости. А теперь больше, чем когда-либо. Много убийств. Властвует видеопорнография. Меня стали смущать малыши, подростки, их обнаженность. Однажды решился. Это было днем. Я встретил на трамвайной остановке 8-летнюю девочку. Знаете, эдакую современную акселератку. И не мог преодолеть внезапно возникшего дикого желания овладеть ею. Изнасиловал. В ту осень у меня было несколько таких приключений. С девочками и мальчиками. Все случаи не имели никаких последствий. Как-то, работая с очередной жертвой и преодолевая ее сопротивление, я немного придушил девочку. Она стала агонировать, забилась в конвульсиях. Это вызвало у меня особое чувство полового удовлетворения. После этого случая стал так поступать со всеми жертвами. Насилуя убивал, убивая насиловал. Спутник, камера смертников, издательство «Журналист», подписанное в печать 10.05.1991 года. Как видно из этого примера, страсть развивалась по вышеописанной схеме. Прилог, видеопорнография, сочетание, смущало обнаженность, сложение, не смог преодолеть возникшего дикого желания. Пленение, приключение с девочками и мальчиками. И, наконец, выросший в нем дьявол, для получения особого чувства, заставлял насилуя убивать, а убивая насиловать. Чувство удовлетворения поработило человека, сделало его своим орудием. Пример 2. Великолепное здоровье, которое доставляет мне большое удовольствие, приобретено с помощью методов, описанных в этой книге. Как сделать ваше сердце здоровым, Поль Брех? Я родился на плантации в глубине штата Вирджиния, где занимались разведением табака и свиней. С момента рождения у меня было слабое сердце. Даже в современных больницах такие дети требуют очень внимательного ухода. В течение первых 14 месяцев шла постоянная борьба за мою жизнь. Я страдал сильными сердцебиениями. В 8 лет меня свалила римматическая лихорадка, и я в течение 11 дней находился между жизнью и смертью. Слабое сердце не позволяло мне бегать и играть со своими здоровыми сверстниками. Вскоре стали развиваться другие болезни. Синусит, астма, бронхит, а затем и туберкулез. Я провел несколько лет в санаториях, где меня приговорили к смерти. Казалось, не было надежды выжить. Но где есть жизнь, там есть и надежда. Я очень хотел попасть в знаменитый санаторий доктора Ролли в Швейцарии, который использовал естественные методы лечения. Ролли прозвали доктором свежего воздуха, воды, солнца, физической активности и естественной пищи. За кроткий промежуток времени он сумел восстановить мой организм, и я начал свой путь к здоровью и силе. В это время произошло еще одно важное событие. И я решил посвятить всю свою жизнь тому, чтобы помогать людям восстанавливать свое бесценное здоровье, как это сделал я. Да, именно на этот путь я решил направить свою энергию и жизнедеятельность. В течение многих десятилетий я изучал методы восстановления здоровья естественными способами и передал свои знания многим тысячам людей во всем мире. Это был Поль Брэг. У Поля Брэга в качестве сочетания явилось чувство обрести совершенное здоровье. Сложение выразилось в желании попасть в санаторий доктора Ролли. Стадия пленения возникла тогда, когда Ролли за короткий срок простейшими методами вернул ему здоровье, и юный Брэг решил посвятить свою жизнь восстановлению утраченного здоровья другим людям. Последняя стадия этой благородной страсти выразилась в упорном труде по приобретению методики естественного восстановления человеческого организма и передачи их многим тысячам людей. Человек развил в себе божественную природу и получал удовольствие в отдаче своих знаний и умений. Ввиду того, что каждый человек в течение собственной жизни находится в трех возрастных периодах. Слизи, когда организм насыщен водой. Это от рождения до 25-30 лет. Желчи, когда в организме из-за снижения воды более выражены теплообразующие свойства. От 25-30 до 50-60 лет. И, наконец, ветра, когда организм сильно обезбоживается и теряет способность к выработке и удержанию тепла. Это от 50-60 лет и старше. Страсти также качественно меняются. И если человек имеет, соответственно, более выраженную конституцию с тем или иным жизненным принципом, то в этот жизненный отрезок соответствующая страсть наиболее ярко проявляется. В возрастном периоде слизи преобладает страсть и нежность, особенно у детей, любви к взаимной у подростков, у юношей. Человек в этот период нежен и страстно любит. Если в этот период человек не встретит свою половину, он уже любит не сердцем, а умом. Увы, время упущено. Вообще, это возраст энтузиазма. И главное найти себя с самого начала. Тогда за счет этого можно многое сделать. В возрастном периоде желчи преобладает страсти, радости и гнева. Страсти, сильные эмоции, радости связаны с тем, что в этом возрастном периоде человек самостоятельно добивается первых значительных результатов в жизни. Молодой человек впервые вкушает радости взрослой жизни. Все сверхэмоционально. Отсюда яркость и память об этом отрезке жизни. Страсти гнева возникают из-за столкновения с препятствиями, недоразумениями. Энергии много, а контроля, опыта мало. В результате в этом возрасте часты вспышки гнева. В возрастном периоде ветра преобладают страсти, зависти, ненависти, мщения. Вообще, в этом возрасте страсти вызываются гораздо труднее, чем в предыдущих. Сказывается жизненный опыт и уменьшение энергии. Выше указанные эмоции возникают вследствие разочарования в жизни, ускользания надежд, расстройств и планов. Вот тогда человек сознательно завидует тем, у кого все получилось, ненавидит и мстит тем, в ком разочаровался, обманулся, кто помешал осуществить его цель жизни. Как видите, страсти претерпевают качественные изменения и от бессознательных порывов детей, слабо контролируемых действий зрелых людей, к сознательным пожилых и старых людей. В этом отношении возрастание сознательного компонента мыслительной деятельности усиливает полевое воздействие старых людей. Чтобы избежать повреждающего воздействия полевого характера, проклятия и тому подобное, все религии говорят о почитании родителей и пожилых людей. Приобретение полезных привычек и качеств связано с рядом с затруднением. Главная задача заключается в том, что многие наши поступки и особенно поведение не только автоматические действия, но и диктуются реактивным умом. Они становятся настолько привычными, что мы не задумываемся над этим. В результате этого полевая форма жизни с соответствующими голограммами структурирует ткань мозга, в результате чего образуются устойчивые нервные связи, отличающиеся повышенной готовностью к функционированию. Так возникает динамический стереотип, реализация которого требует все меньшей затраты нервного труда. В результате динамический стереотип настолько прочно фиксируется в мозговых структурах, что представляет собой консервативную систему. Когда произвольно меняется обстановка, возникают новые требования в жизни, отменить старый стереотип и выработать новый, весьма трудная для нервной системы и полевой формы жизни задача. Для этого необходимо стереть прочно записанный старый стереотип и прочертить на его месте новые пути нервных связей, основу нового стереотипа. Поэтому отмена старого и приобретение нового стереотипа может приводить к временному нарушению высшей нервной деятельности. Обычно выдерживают такое испытание далеко не все люди. Это одна из причин, почему мало людей способны заниматься самооздоровлением. Представьте себе, у вас сложился определенный уклад жизни, порочный по своей сути, приведший вас к хроническим заболеваниям. Вам необходимо поменять его, поменять распорядок дня, режим питания, изменить мышление, потреблять совершенно другие продукты питания, увеличить собственную активность, ввести ряд процедур, которых вы никогда не делали ранее. Таким образом необходимо прочертить в коре головного мозга совершенно другие связи, отменить старый стереотип. Это должно быть большое волевое усилие. К тому же, все вокруг вас, семья, в которой вы живете, сослуживцы, с которыми вы работаете, все они живут по-старому и невольно тянут вас обратно к проторенной колее. Чтобы не поддаться такому влиянию, это вдвойне трудная задача. На вас вообще могут смотреть, как на белую ворону. Отвернутся друзья, родственники, не поймут сослуживцев. А вы должны, не навязывая никому своего, следовать собственной линии поведения, ведущей вас к здоровому образу жизни. Это ломка старого и создание нового. В период такой ломки человек сбрасывает вес, изменяется его внешний вид и чаще всего в худшую сторону сумбур в голове. У каждого человека этот период имеет свою продолжительность, по истечении которого формируются новые привычки, потребности, способ мышления и отношения к окружающему. Улучшается внешний вид, тело восстанавливает нормальную, естественную форму. Естественно, переходный период и эмоциональное состояние человека бывают особенным. Обычно все эмоции в этот период более сильны и выражены. Если ими не владеть, то они усугубят общее состояние человека, что выражается в обострении вяло текущих хронических заболеваний, гипертонической болезни, язвенной болезни желудка и 12-сперстной кишки, сахарного диабета, многих кожных заболеваний, экземы, крапивницы, неродермита, псориаза. В результате получается, что человек, начитавшись оздоровительной литературы, желает избавиться от досаждающего его вяло текущего хронического заболевания. Он меняет образ жизни и тому подобное. Ломает старый динамический стереотип. Рассогласовывает прежние связи, что в целом ослабляюще действует на организм у него. Помимо обострения вяло текущих хронических заболеваний, вдруг ни с того ни с чего образуется еще 2-3 и более болячек. Сразу возникает вопрос, ведь я же оздоравливаюсь, делаю хорошее дело для организма, а получаю отрицательные результаты. Сразу возникает паника, отрицательные эмоции. Состояние еще более усугубляется. Ругают авторов и говорят, что они только людей с толку сбивают, сказки им рассказывают и бегут лечиться таблетками к врачам. А на самом деле это происходит естественный процесс замены одного динамического стереотипа на другой и его надо пройти. Теперь разберемся откуда берутся 2-3 и более болячки в этот период. Да они уже имелись в организме человека в скрытой форме и ждали своего часа. Общее ослабление организма от смены динамического стереотипа старого на новый лишь обнажило их. Вы можете использовать этот тест для того, чтобы узнать насколько прогнил ваш организм. Что касается собственного мышления, здесь необходимо выработать 3 хорошие привычки. Первое. Четко формулировать мысль и вывести ее наружу. Второе. Плохую мысль или настроение сменить на противоположное. Переделать плохое в хорошее. Третье. Логическое исследование причин плохих мыслей, тревожных настроений и их оценка. Стоит ли это таких переживаний или нет. Первое. Если у вас возникла мысль, слабая и неоформленная, возникшая от внешнего или внутреннего отражения, четко сформулируйте ее и выведите наружу в виде физического акта или логического действия. При этом действуйте в согласии со шкалой внутренних ценностей, не подавляя мысль, а переводя ее в безвредное состояние. Например, в некоторых странах на фабриках имеются кабинеты по психологической разрядке. Когда начальник сделал выговор рабочему, но это ему не понравилось, ибо он посчитал это несправедливым, он идет в подобный кабинет и выводит чувство недовольства начальника на боксерский мешок. Как правило, после этого рабочий получает сильное облегчение и остается без эмоционального мусора. Второе. Каждая мысль или настроение имеют в себе противоположное. Поэтому для того, чтобы отделаться от нежелательной мысли, настроения, вы сосредотачиваетесь на противоположном. Чем ярче образ противоположного и загрузка его соответствующими ощущениями от органов чувств, тем быстрее и прочнее хороший образ или мысль подавит и вытеснит плохой. Например, у вас тоскливое, безрадостное настроение. Вы представляете себе раннее солнечное утро, свежесть воздуха, пение птиц, а себя юным и беззаботным. Радуетесь этому состоянию, уверяя себя, что все у вас хорошо. Помните древнюю заповедь. Как вы относитесь к миру, тем он для вас и является. Третье. Исследуйте плохую мысль или настроение. Откуда она берет свои корни, что лежит в основе причины, почему она вас так волнует. Не спеша, добравшись до истоков плохого и разобравшись, откуда и почему оно возникло, можете несколько раз заново пережить тревожащие вас моменты с целью их стирания, разрядки энергии, создавшей эту голограмму. И какие последствия может оказывать на вас, вы начинаете действовать без отрицательной эмоциональной окраски. Например, вы уронили очищенный банан на землю и начинаете бронить себя за это. Но на самом деле не произошло ничего страшного. Вы в конце концов потеряли лишь деньги. Купите новый банан и не повторяйте ошибок. Вспомните это как урок и сделайте из него логические выводы. Подобное можно сделать и в более ранимом случае, когда вас покинул супруга или супруга. Проанализируйте ситуацию, приведшую вас к такому концу и не делайте больше подобных ошибок. Ведь жизнь на этом не кончается. Очень полезно выработать в себе такое качество. Принимать все, как оно есть. Не старайтесь все и всех переделать под себя. Быть абсолютно во всем правом. Поймите простую истину. Каждый действует в соответствии с собственно индивидуальной конституцией. Такие у него запросы. И интеллектуальным развитием. Чем больше у человека знаний, тем более терпим он к окружающим. Тем комфортнее он чувствует себя в любой обстановке. Например, ваши близкие ничего не желают знать о правильном питании, предпочитая употреблять совместно мясные и крахмалистые продукты, запивая после еды. Плотно кушать на ночь и так далее. Не заставляйте их насильно поступать правильно. Ибо это вызывает у них сопротивление, непонимание и как следствие конфликт. Мягко объясните, дайте почитать, приведите собственный пример. Поверьте, этого вполне достаточно, чтобы разумный человек это воспринял и потихоньку перестроил свой порочный образ жизни. Не тяните других людей за собой насильно. Не переделывайте их под свои взгляды. У каждого человека в этой жизни своя задача. Пусть он ее сам решает и учится. Для того, чтобы искорнить плохую привычку, а взамен ее обрести полезную, необходимо сделать следующее. Первое. Сформулируйте твердое и бесповоротное решение действовать в намеченном направлении. Пока такое решение не принято, человек не может активизировать психическую энергию в нужном направлении, что позволит ему развить достаточные усилия. Сильное волевое решение сформирует особый энергетический центр, который будет обеспечивать последующую деятельность по реализации задуманного. Второе. На первых порах не подвергайте себя слишком тяжелым испытаниям. Избегайте тех условий, в которых старая привычка проявляется особо настойчиво. Наоборот. Вначале создавайте намеренно благоприятную обстановку для формирования и закрепления новой привычки. Например, вы хотите приобрести полезную привычку не кушать на ночь. И если вы будете часто ходить на вечеринки с обильным застольем, у вас ничего не получится. Увы, откажитесь от подобных приглашений. Третье. Важно ни разу не отступать от соблюдения новой привычки до тех пор, пока она не закрепится в такой степени, что ее случайное нарушение не будет представлять опасности. Помните, в период смены одного динамического стереотипа на другой идет борьба старого с новым. В это время важно новой привычке обеспечить ряд непрерывных побед, пока благодаря их повторению новая привычка не укрепится настолько, что сможет преодолеть старую при любых условиях. Помните, что одна победа дурной привычки уничтожает результаты многих побед хорошей. Искусство переделывать себя в основном определяется умением следовать выбранному направлению. Это умение вырабатывается у человека в том случае, когда он в повседневной жизни систематически приучает преодолевать себя в мелочах быта. Преодоление критических жизненных ситуаций. Каждый человек в той или иной мере желает проявить себя, что требует от него различного психического напряжения, активации внутренней энергетики с целью воплощения жизненных замыслов. Но на пути к воплощению задуманного в жизнь возникают ситуации, которые требуют большого или меньшего напряжения психической энергии, определенной интеллектуальной работы. Вот эти особые ситуации называются критическими и в зависимости от степени напряжения воли и интеллектуальной работы они делятся на четыре вида. Стресс, фруктация, конфликт и кризис. Сам процесс преодоления критической ситуации называется переживанием. Процессы переживания, которые продолжаются определенное время, ведется мощно, интеллектуально, волевая работа по восстановлению душевного равновесия, которая утрачивается в критической ситуации, переосмыслению своих жизненных притязаний, осмыслении собственного существования, критический пересмотр собственной личности. Стресс от английского слова, которое означает напряжение. То есть стресс это общая, не специфическая реакция организма на ситуацию, которая требует большой или меньшей функциональной перестройки организма, соответствующей адаптации, то есть приспособления. Любая новая жизненная ситуация вызывает стресс, но далеко не каждая из них бывает критической. Критическое состояние вызывает дистресс, который переживается как горе, несчастье, истощение сил и сопровождается нарушением контроля, приспособлении к окружающему. Фрустрация от латинского слова, который означает обман, тщетное ожидание, расстройство. Фрустрация определяется как состояние, вызванное двумя моментами. Наличием сильной мотивации достичь цели, то есть удовлетворить потребности, и преграды, препятствующие этому достижению. Преградами на пути к достижению цели могут оказаться причины разного характера. Например, физического характера, ограничение свободы, биологического, болезнь, старение, психологического, страх, нехватки соответствующих знаний, морального, нормы, правила поведения, запреты. Выраженность фрустрации имеет несколько степеней затруднения деятельности. От небольшого препятствия до непреодолимого. При этом у человека нарушается контроль в поведении. От небольшой дезорганизации до полной потери терпения и надежды. Конфликт от латинского слова, который означает столкновение. Итак, конфликт отличается от фрустрации тем, что если для фрустрации преградой являются внешние или внутренние причины, не подлежащие обсуждению, то в случае конфликта сознание должно соизмерить ценность мотивов, сделать между ними выбор, найти компромиссное решение. Особенность конфликта заключается в том, что человек не может сделать выбора, не может найти компромиссного решения, в результате чего сознание дезорганизуется. Великолепно описан конфликт в Бхагавадгите, когда Арджуна на поле битвы увидел в стане врагов своих родственников и друзей в полном недоумении, пораженный внутренними противоречиями, он остановился, не зная, что делать, убивать близких ему людей или быть убитым ими. Кризис от греческого слова, означающего решение, поворотный пункт. Кризис характеризует состояние, порождаемое, вставшее перед личностью проблемой, от которой он не может уйти и которую он не может разрешить в короткое время привычными способами, тяжелая болезнь, изменение внешности и т.д. Различая два вида кризисных ситуаций, серьезное потрясение, сохраняющее определенную возможность выхода на прежний уровень жизни, бесповоротное перечеркивание жизненных замыслов, оставляющее в виде единственного выхода из положения изменение смысла жизни и личности. Каждый человек, в зависимости от уровня интеллектуального развития, отношения к окружающему миру, по-разному переживает вышеописанные критические ситуации. Например, одни люди игнорируют свершившийся факт, внутренне искажают и отрицают его, поддерживают иллюзии благополучия, гидронистические переживания. Другие трезво относятся к тому, что происходит, и терпят, приспосабливая свои потребности и интересы к новому смыслу жизни. При этом прежнее содержание жизни становится невозможным и бесповоротно отбрасывается. Реалистические переживания. Третьи отвергают пассивное принятие случившегося и строят новое содержание жизни в связи с потерянной утратой. Если подобное переживание будет ориентировано на самоуглубление и самопознание, то может вывести на более высокий уровень смысла жизни. Это ценное переживание. И, наконец, некоторые люди сохраняют способность сознательно и собранно искать выхода из критических ситуаций, что позволяет им восстанавливать прерванную кризисом жизнь, либо создавать новую, еще более активную, чем до кризиса. Это называется творческое переживание. Исходя из вышеописанного, только два вида переживаний, критических ситуаций, ценное и творческое, дает возможность превратить разрушительные события жизни в отправные пункты духовного роста и совершенствования личности. Если теперь обратиться к реальной жизни, то только ценное и творческое переживание позволяло людям, попавшим в беду, восстанавливать собственное здоровье. А некоторые люди делали последующую жизнь еще более яркой и насыщенной, чем прежде. Опишем в качестве примера несколько подобных случаев. По иронии судьбы, именно в расцвет моих фитотерапевтических поисков и получил тяжелейшее крупозное воспаление легких с температурой до 40 градусов и выше. Не помогали ни спиртовые, ни водные настойки, ни жаропонижающие, ни кровоочистительные, ни мед, ни малина, ни смолец с горячим молоком, ни длительный курс антибиотиков в виде инъекций таблеток, ни сульфаниламиды. Потому что мои знания были однобокими. Не было понимания первопричины заболеваний вообще и простудных в частности. Не было понимания даже причины. Было ложное убеждение в том, что виноваты вирусы и охлаждение. Мол, вирусы принесли грипп, осложнением которого явилось пневмоние. И все усилия были направлены на ликвидацию вирусов. Двухмесячное лечение всеми лекарствами современными и древними, аптечными и народными антибиотиками и травами было последним семестром моего лечебного факультета, если можно так выразиться. Я держал экзамен перед вечной природой. И она преподнесла мне самый трудный и самый необходимый вопрос. Что делать? И представила двухмесячный срок для обдумывания. А заодно и две замечательные лаборатории с полным набором средств. В расположении лаборатории от ортодоксальной медицины были все аптеки страны, врач с высшим образованием и 30-летним опытом работы, медсестра со шприцем и еще на всякий случай десяток лабораторий для всевозможных анализов. Лаборатория от народной медицины дала в распоряжение сотни трав, настоек, продуктов питания, от меда и малины до паренной картофельной шелухи, дыши себе на здоровье. Ничего не помогло. Задачу необходимо было решать самому. Моя болезнь длилась два месяца. Два месяца мне было дано для раздумий. И я понял, что не надо мне было ездить на Кавказ, не на Памир, не надо было тратить массу времени на изучение и приготовление замысловатых составов. Не надо было затруднять врачей и весь наш гуманный, бесплатный медицинский персонал. Надо было чуть-чуть изменить образ жизни, стать ближе к природе. Вот так Владимир Черкасов описал собственный кризис журнал «Дон» 1984 год, номер 8, прежде чем мучить врачей. То есть кризис, длившийся два месяца в виде тяжелого заболевания и сделавшего его другим человеком, изменившим свое отношение к процессу оздоровления вообще, отношение к природе. Вот он продолжает дальше. «С чего вы начали оздоровление? Я начал менять себя как личность. В таком отнюдь не юном возрасте? Мне, как и вам, характер человека тоже рисовался некой константой, над которой мы не властны. Но теперь я твердо знаю, нельзя избавиться от недугов и страданий, не изменив весь строй своей личности. «Надо воспитать себя, а точнее перевоспитать», — сказал я себе. «Да вы, несчастье, усталость и беды не обращались в подавленность, растерянность, страх, а разбивались бы об энергию сопротивления. Как опять болезнь?» «Кора увезла меня в цито с нечеловеческой болью в спине. Оказалось, произошли необратимые изменения позвоночного диска. Мне сделали операцию, разрезали спину, прикрепили к позвоночнику внутри титановую пластину длиной в 20 сантиметров, заковали в гипс от шеи до бедер. Судя по всему, во время операции внесли инфекцию, потому что из позвоночника все время сочилась жидкость, а тут еще и грипп. Жене сказали, что я безнадежен. И что? Я никогда бы не пережил ни операции, ни послеоперационного периода, не будучи так физически подготовлен, не умея себя настраивать должным образом. Три недели не выходила из моей палаты жена Наташа. На 11 день я поднялся и цепене от боли заставил себя сделать первые несколько шагов. И сколько же вы прожили с этим железом в спине? Около трех лет. При этом должен был все время держаться прямо, как свеча. Недавно мне сделали вторую операцию. Четыре часа долбили молотком по позвоночнику, снимая пластину. Так это больно. Страшно? Наверное. Да. Но я встал с кровати через пять часов. Увидев меня в пишущем письмо, врач, а это был австрийц, воскликнул. Тридцать лет оперирую, но такого больного не видел. Только русские могут так. Так Юрий Петрович Власов описывает, как он выбирался из критических ситуаций. Газета «Комсомольская правда» от 10.07.1986 года. Атлет и Руденко. Можете представить, что это были запереживания и какие изменения произошли с личностью. Человеческая жизнь есть ничто иное, как история постоянного преодоления критических обстоятельств. Только благодаря им человек может расти в духовном и волевом отношении. Поэтому, как учили древние модульцы, благодарите судьбу за те жизненные испытания, которые она вам посылает. Об этом в виде притчи рассказал Иисус Христос. Евангелие от Матфея 25.11-25.30. Один господин, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение. И одному он дал пять талантов, другому два, одному один, каждому по силе его. Получивший пять талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие пять талантов. А получивший один талант, пошел и закопал его в землю. Затем, вернувшись, господин потребовал у них отчета. Преумноживший полученное, оказался в почете и благе. Опрятавший в земле и отдавший то, что получил, был в немилости, то есть лукавый и ленивый. Ибо всякому имеющему дается и приумножается, а у не имеющего отнимается и то, что имеет. Поэтому, если кто-то решает за вас ваши проблемы, вы не совершенствуете свой волевой аппарат, и он у вас атрофируется, отнимается и то, что имеете. Что касается знаний и использования различных видов саморегуляции, то мы выделим три основных вида. Первое. Усиление двигательной активности при сильном эмоциональном состоянии. Взволнованный человек не находит себе места, беспрестанно двигается, изливая душу в разговоре с посторонним человеком. Второе. При подавленном эмоциональном состоянии, привлекая поток нервных импульсов от рецепторов, расположенных в мышцах, при физическом напряжении и физической нагрузке вообще, воздействуя на органы чувств, рецепторы кожи, музыка, свет, холодный душ, массаж и так далее, мы добиваемся повышения тонуса головного мозга. Третье. Использование привычных сигналов, сочетавшихся ранее с определенным уровнем бодрствования и потому вызывающих его привычным образом. Например, когда дружественный микроклимат, взаимопонимание, то и работа делается намного продуктивнее. Теперь более подробно рассмотрим вышеуказанные виды саморегуляции. Для этого мы воспользуемся понятием инь и янь. Инь наружная и янь внутренняя. Первый вид саморегуляции осуществляется посредством отреагирования. Это означает, что при сильном и внезапном воздействии, например, сообщении радость или дурное известение, чакра разума настолько сильно начинает продуцировать психическую энергию, что она не может быть срочно уравновешена собственными системами мозга и поэтому через нервную систему большая часть энергии будет отводиться на двигательные и речевые реакции. Янь внутренняя активировала инь внешне. Если эти внезапные и сильные выплески энергии в виде сильных эмоций человек не выводит через движение, голос, то избыточная энергия, соответствующая эмоциональной реакции, скапливается внутри полевой формы жизни, застаивается и вызывает сильное внутреннее напряжение, которое в физическом теле выражается в повышении кровяного давления, учащении дыхания, а следовательно в усиленном вымывании углекислоты из организма и далее развитию болезней, как описал Бутейко. Что сказал Бутейко? Бутейко описал заключительную стадию развития огромного количества заболеваний, связав ее с недостатком углекислоты. Но сам недостаток углекислоты им был описан неверно. Он возникает не от неправильного дыхания, а от неправильного мышления, зажимания эмоций внутри организма и развития соответствующего напряжения, которое уже усиливает частоту дыхания, а следовательно и вымывание углекислоты из организма. Я описал причину Бутейко следствие этой причины. Вот так эмоциональный мусор, яд-эмперил, формируясь из собственных эмоций и скапливаясь в соответствующих местах организма, вызывает перерождение тканей из-за понижения метаболических процессов, извращения структуры полевой формы жизни. Ян, не превращаясь в винь по естественному типу реакции, подавляет сам себя и все равно превращается в винь, но уже по патологическому типу реакции. Американский ученый Джейкобсон исследовал состояние организма, связанное с полным расслаблением мышц с целью изучения возможности диагностики человеческих эмоций по характеру распределения напряженных групп мышц. Ему удалось установить, что при эмоциональных реакциях у здоровых и больных людей всегда выявляется напряжение скелетной мускулатуры с различной строго определенной для каждой эмоции локализацией. От человека, получивший в течение рабочего дня массу эмоциональных впечатлений неприятного характера и подавивших их, в организме накапливается множество невыведенной энергии, которая вызывает напряжение мышц, так называемое остаточное напряжение. Ложась в постель, такой человек не может расслабиться, а невыведенная информационная часть эмоций постоянно всплывает в виде той или иной картины, действия, многократно прокручиваясь в сознании. В результате человек не может заснуть, ворочается, страдает, не отдыхает во сне. Вот некоторые причины бессонницы, ослабления организма, предрасположения к различным патологическим состояниям ранней старости, импотенции. Посмотрим на рисунок, на котором демонстрируется, что происходит с человеком в результате игнорирования первого вида саморегуляции. Слева нормальный выход энергии во время эмоционального всплеска. Включаются голосовые и двигательные рефлексы, выводящие эмоциональный мусор. В результате организм чист и здоров. Справа, зажимание эмоций и застой в полевой форме жизни. Уплотнение и застой энергии вызывают усиление сердцебиения, учащение ритма дыхания, вымывание углекислоты из организма, понижение ферментативной активности. В результате человек становится хронически больным с массой заболеваний. Поэтому многим людям недостаточно правильно очищать, питать и тренировать свой организм. Надо еще правильно мыслить и правильно поддерживать свое эмоциональное состояние, то есть настроение. То есть соблюдать культуру мышления. Быть по-настоящему разумным человеком. Продолжаем дальше. Так депрессивные состояния сопровождаются напряжением дыхательной мускулатуры. А далее может развиться астма. Эмоции страха вызывают напряжение мышц речедвигательного аппарата, что может привести к раку гортани и затылочных мышц. Пример. В 1982 году у меня был аборт. Сделан был не чисто. Я заболел воспалением матки с температурой 40 градусов и страшной трясучкой. Пока я лежала в гинекологии, инфекция дала осложнение на нервную систему. У меня заболел желудок, сердце, появилось чувство страха, бесконечное бегание в туалет. Со стороны гинекологии меня вылечили. А вот нервной болезнью я проболела еще 5 месяцев. Основные болезненные симптомы прошли, но осталось одно непроходимое в течение до 1990 года ощущение. Когда мне надо было в туалет по-маленькому, то это ощущалось не в мочевом пузыре, а в затылочной части головы. Голова начинает болеть в разных местах, а затылок сжет. И до сих пор так. За эти годы, с 1982 по 1990 год, состояние моего все ухудшалось от того, что было много работы, уставало, приходилось нервничать. В затылке все нарастало и нарастала тяжесть и сжение. Я тогда плохо понимала, что делается со мной. Ходила к невропатологам, но они мне не помогли. Пока в январе 1991 года со мной не случился удар. Я пролежала в постели целый месяц, почти не вставая. Страшно болела голова и затылок. Мало-помалу, состояние мое очень медленно улучшалось, но через 3 месяца внезапно умерла мама. Здесь невозможно описать, что я тогда почувствовала, что пережила. Я заболела с новой силой и болею до сих пор. Врачи назначили лечение таблетками. Три раза принимать. Теплый душ и ходить в бассейн. Что я и делаю. Но улучшений почти никаких нет. Я невероятно слабая. В интимных отношениях с мужем тоже полнейший провал. Перестала испытывать половые ощущения. Дополнение идет в 2019 год. А первопричина в нравственности. Зачем надо было делать аборт? Это уже последствия этого поступка с исчезновением половых ощущений. В настоящее время почти каждый человек страдает от неврозов. Ибо мы эмоционально зажат. Скуваны в их проявлениях из-за неправильного воспитания, предрассудков и т.п. Например, когда в средние века многие отношения между мужчинами и женщинами стали считаться порочными и преследоваться, возникло множество психозов на этой почве. Эмоциональная энергия, скапливаясь в организме, разрушает полевую форму жизни, что выражается в общем снижении энергетики и пассивности. Поэтому нет ничего удивительного, что человек, страдающий неврозом, ощущает утомление и общую слабость. Зажатость эмоций и мыслей внутри организма приводит к тому, что они постепенно проектируются умом в виде определенных картин состояний, мыслительных процессов. Другими словами, определенной эмоциональной энергии настолько много в организме, что она вытесняет другие, полностью загружая собой ум. Невыведенные эмоциональные энергии вызывают повышение мышечного тонуса соответствующих участков тела, и в этих местах наблюдается твердость, окаменелость. Если человеку удастся расслабить именно те мышцы, которые при соответствующих мыслительных ассоциациях бывают непроизвольно напряжены, его состояние значительно улучшается, что означает освобождение от застоявшейся энергии. Таким образом, с помощью расслабления, а лучше физической нагрузки особого типа, можно выводить эмоциональный мусор и устранять свойственный невротикам негативный фон и добиваться стабильного улучшения здоровья без лекарств. Невротикам на заметку. Видите, как все просто с неврозами, бичом нашего времени. Если знать механизм их образования, а на его основе разработать профилактические программы, нейтрализующие их. Рекомендации. Лица с выраженной желчной конституцией, заводящиеся с полоборота, должны знать этот механизм разрушения организма и контролировать себя, либо сбрасывать эмоции на боксерский мешок. Положительная сторона этого явления заключается в том, что обездвиженные болезнью люди могут путем взвинчивания собственного эмоционального состояния, например, как у Юрия Власова, заряжать себя энергетически, что ускоряет их выздоровление. Например, умственно представляя, что вы сильно напрягаетесь, выполняя воображаемое физическое упражнение. Вы этим энергетически подпитываете мышцы, нервную систему, весь организм. Что еще следует знать при этом виде саморегуляции? Это то, что вы, давая выход энергии наружу, понижаете психическую деятельность, успокаиваетесь и расслабляетесь. Второй вид саморегуляции осуществляется посредством изменения притока нервной импульсации. Физиологи установили, что скелетная мускулатура является мощным источником нервной импульсации, которая, поступая в мозг, способна в широких пределах изменять уровень бодрствования. При этом мышечное напряжение, энергизируя центральную нервную систему, способствует улучшению работы органов чувств. Это строго научная версия подзарядки организма за счет нервных импульсов, идущих от периферии. Инь порождает свою противоположность янь. Но это только следствие. Главная причина энергизации в этом случае есть сознательное включение воли для раскручивания чакр. Исследуем этот глубинный механизм. Если в первом случае саморегуляции выплеск энергии происходит, минуя аналитический ум из уровня первичного сознания, под действием неожиданного импульса, и наша задача направить этот поток энергии в безопасное русло. Во втором случае саморегуляции мы сознательно, с помощью ума, волевым усилием запускаем этот глубинный механизм первичного сознания с целью выработки энергии. В результате этого мы постепенно заполняем свой организм энергией, что в итоге приводит к повышенному психическому тонусу. Другими словами, в первом случае мы стремимся понизить избыток психической активности, чтобы не навредить себе. А во втором случае мы стремимся повысить психическую активность, чтобы быть в нормальном психическом тонусе. Не менее мощным источником нервной импульсации является режим дыхания. Здесь заложен тот же механизм. Сознательно мы можем менять ритм и глубину дыхания, делая акцент либо на вдохе, либо на выдохе, либо на задержке. Сознательное выделение того или иного цикла дыхательного процесса по-разному влияет на наш организм. Так физиолог Ройтбак показал, что импульсы от дыхательного центра, распространяясь по специальным нервным путям на кору головного мозга, существенно меняют ее тонус. Вдох повышение, а выдох снижает его. Это одна из второстепенных причин того, что максимальное усилие человек может сделать в момент задержки дыхания на вдохе. Кроме этого, активный вдох при самопроизвольном пассивном выдохе активизирует симпатический отдел вегетативно-нервной системы, который усиливает обменные процессы в организме, повышает содержание красных кровяных тел, сахара и гормонов крови, останавливает различные воспалительные процессы и аллергические реакции, то есть кортикоиды надпочечников обладают мощным противовоспалительным действием. Поднимает артериальное давление, расширяет бронги. Другими словами, подобный способ дыхания активизирует организм на самоисцеление и здоровление. Многие психотехники мира, ребёфинг, холотропная терапия, дыхание пострельниковой используют подобный способ дыхания. При этом происходит не только тонизирование нервной системы, оздоровление организма за счёт описанных механизмов, стимулирование симпатического отдела вегетативно-нервной системы, накачка организма энергии, но и тем, что за счёт постоянного волевого усилия, направленного на поддержание должной интенсивности описанного дыхания, в организме человека начинается выработка естественных опиатов, эндорфинов. Поступая всё в большем и большем количестве, они самостоятельно вызывают и поддерживают состояние эйфории. Эндорфины, вызывая стенические эмоции, дополнительно активизируют симпатический отдел вегетативно-нервной системы, возбуждая защитные силы организма и обеспечивая его энергией. Это же чудо-лекарство! И наоборот, затаивание дыхания, то есть не видно и не слышно ни вдоха, ни выдоха, как рекомендуют бутейка и многие медитативные техники мира, а также небольшой вдох, длинный и плавный выдох с задержкой дыхания на вдохе, задержка умеренно, а не до отказа, ибо такая задержка стимулирует активность организма, слишком сильно инь порождает свою противоположность янь, позволяет наиболее полно расслабить мышцы, снизить тонус центральной нервной системы, снизить кровяное давление, урежает пульс, вызывает сонливое состояние. Но при этом необходимо знать следующие особенности, чтобы сохранить высокую концентрацию внимания для полного расслабления мышц и затормаживания отвлекающих мыслей и образов, необходимо сохранять и поддерживать высокий тонус нервной системы. Так и поступают в методиках риббюфинга и холотробной терапии, используя дыхание, активный быстрый вдох и пассивный выдох, гоняя воздух через нос, где происходит съем энергии, и активизация мозга через обонятельные луковицы. Хорошо стимулируется деятельность нервной системы посредством загрузки органов чувств. Например, яркие вспышки света, громкая музыка, резкий запах, сильное пощипывание кожи, энергичное растирание тела и так далее, резко активизирует уровень бодрствования. И наоборот, отсутствие импульсов, идущих от органов чувств, вызывает у человека сонливое состояние, появление различных галлюцинаций. Поэтому некоторые люди, для повышения собственного уровня бодрствования, любят находиться в обстановке, умеренно насыщенной шумами, музыкой, запахами и так далее. Рекомендации. В ситуации, требующей срочного повышения или поддержания психического тонуса, необходимо произвольно сильно напрягать мышцы, быстро дышать с акцентом на вдохе, как у Стрельниковой, сильно потереть область затылка, плеч и волосистой части головы. Лицам, имеющим выраженную конституцию слизи, весьма подойдут рекомендации второго типа саморегуляции. Что касается лиц с выраженной конституцией ветра, то для них подойдет противоположное. Плавное движение в спокойной манере, растянутое дыхание на выдохе, нахождение в спокойной обстановке. Если вы возбуждены, то воспользуйтесь приемами мышечного расслабления в сочетании с успокаивающим типом дыхания и пребывания в тихой обстановке. С помощью этого вида саморегуляции вы сознательно можете повышать или понижать собственную психическую активность. Третий вид саморегуляции осуществляется посредством изменений условий внешней среды. К этому виду относится обстановка, условия выполняемой работы, взаимопонимание. Если все это хорошо подобрано, то человек чувствует себя комфортно, если нет, чувствует себя возбужденным или подавленным. Микроклимат в семье и на работе имеет огромное значение для здоровья человека, поэтому создавайте его положительным. В заключении этого раздела подчеркнем четыре особенности, на которые необходимо обращать внимание ежедневно. Первое. Систематическое снижение нагрузки на мышечную систему неизбежно при современном развитии общества, когда всю работу за вас начинают делать роботы. Систематическая недогрузка мышечного аппарата, нет волевых усилий соответствующего качества, лишает эмоциональные центры положительного заряда, который необходим человеку для преодоления критических жизненных ситуаций. В этих условиях многие отрицательные влияния нашей жизни приобретают сверхсильный характер и действуют невротизирующим образом. Постоянно сниженный жизненный тонус и апатия сочетаются со взрывчатостью, безудержной реакцией на самые незначительные бытовые раздражения отрицательного характера. Возникает нетерпимость к мелочам. 2. Изменение диапазона нагрузки в системе органов чувств. Технизация общества поддерживает тенденцию к увеличению информационной нагрузки, особенно логического характера, в ущерб образному. На органы чувств в диапазоне сигналов большей и средней силы и устраняет необходимость в использовании сигналов слабой и очень слабой мощности, которые широко использовались человеком, жившим в естественных условиях. Это приводит к постепенному снижению остроты зрения, слуха, обоняния. В результате этого нервная система лишается активизирующей части слабых сигналов. Это приводит к тому, что снижается ее тонус, происходят неблагоприятные сдвиги в эмоциональной сфере. А сильные воздействия, громкие звуки, вспышки света, насыщенные запахи быстро перевозбуждают человека и ведут к общему утомлению. 3. Для нормального функционирования организма и психики человеку периодически необходимо оставаться в полном одиночестве и тишине. В этом случае создаются внутренние условия покоя и равновесия, которые необходимы для усвоения ранее полученной информации, формирования и закрепления новых программ поведения и деятельности. Эти условия становятся совершенно необходимыми, когда организму необходимо восстановить нарушенная болезнью внутреннее равновесие. 4. Учитывайте и интимную связь человека с окружающей его природой. Чем более она естественна, тем более здоров и уравновешен человек. Искусственная обстановка, синтетическая мебель, полы, одежда и тому подобное нарушает и возвращает интимные связи человека с природой. Лишившись своих корней, человек становится разрушителем, не считаясь ни с чем, ни с кем, ради удовлетворения своих прихотей и амбиций. Действие на человека четырех описанных факторов в промышленно развитых странах привело к тому, что примерно половину больничных коек занимают пациенты, страдающие психическими расстройствами, 40% из которых составляют шизофреники. Третье. Знать обратное влияние физического тела на полевую форму жизни человека. Этот вопрос разделим на следующие подразделы. А. Влияние внутренней среди организма на эмоции и настроение. Б. Влияние стимуляторов разного рода на полевую форму жизни. В. Влияние лекарственных веществ типа транквилизаторов на жизненный тонус личности. Г. Влияние клеточного сознания на поведение человека. Влияние внутренней среди организма на эмоции и настроение – весьма важный компонент, который ранее разбирался при описании вопросов очищения организма и питания. Но теперь эти вопросы мы разберем с учетом психических особенностей. Центральный нервный аппарат эмоций и настроения человека представляет собой совокупность мозговых образований, входящих в состав межуточного мозга и лимбической системы. Называется эмоциональный мозг. Все эти структуры обильно омываются кровью, химический состав которой зависит от того, насколько сильно и чем зашлакован организм. Например, шлаками из толстого кишечника или из печени. И какую пищу употребляет человек. Например, если человек регулярно страдает запорами, то и кровь, омывающая эмоциональный мозг, будет насыщена токсинами, идущими из толстой кишки. Настроение у такого человека будет подавленным, а эмоции тусклые и скверного содержания. Если человек в своем питании обильно использует перец и другие специи разгорячительного характера, то эти вещества, поступающие с кровью в структуру эмоционального мозга, будут действовать на него раздражающе, вызывая беспричинный гнев и раздражительность. И наоборот, если в пищу потребляются пресные, безвкусные, несвежие продукты, то кровь, насыщаясь ими, тормозит активность эмоционального мозга, делает человека вялым и безрадостным. Если теперь обратиться к древнеиндийским понятиям сатва, раджас и тамас, то кажется, что сатвическая пища поддерживает нормальную внутреннюю среду организма человека и уравновешивающе действует на эмоциональный мозг. Пища, образующая в крови возбуждающие вещества, которые оказывают раздражающее действие на эмоциональный мозг, считается раджасической. Пища, вызывающая появление в крови веществ, затормаживающих действующих на эмоциональный мозг, считается тамасической. Как видите, и это деление продуктов на описанные три группы оправдано и проверено тысячелетней практикой. Рекомендации. Для того, чтобы у вас было стабильное настроение, приподнятые эмоции, вы обязаны капитально очистить свой организм и кушать естественную пищу без сильных приправ и специй. Но некоторые различия в этом вопросе имеются и зависят они от индивидуальной конституции. Так лицам с выраженной конституцией слизи, это полные люди, желательно для активизации эмоционального тонуса пользоваться разгорячающими специями в небольшом количестве. Естественную пищу без сильно выраженных вкусовых ощущений рекомендуется использовать лицам с выраженной конституцией ветра. То есть это такие маленькие люди или большие непропорциональные. То есть у них прослойка жира очень и очень мала. Всем остальным людям желательно использовать сатвические продукты питания. В настоящее время появилось огромное количество стимуляторов, начиная от табака, чая и кончая алкоголем и наркотиками. Жизненный опыт подсказывает, что люди, регулярно употребляющие стимуляторы, становятся в зависимость от них и в дальнейшем деградируют. Почему это происходит и каков механизм этого явления? Нормальный механизм стимуляции человеческого организма таков. Первое. Активируется сознание, аналитическая часть ума. Второе. Сознание за счет волевого усилия, надо составить себе что-то сделать, начинает раскручивать чакрамы. А через чакры активизируется нервная система. Четвертое. Одновременно с нервной системой, с небольшим запозданием, активизируется эндокринная система. Пятое. Эндокринная система вырабатывает и выделяет в кровь особые вещества, которые по своим характеристикам аналогичны всему спектру стимуляторов, но естественного происхождения, которые вызывают чувство комфорта, эйфории и даже экстаза. Механизм стимуляции организма с помощью искусственных стимуляторов, то есть тех, которые не вырабатываются в самом организме, совершенно отличен от естественного и противоположен ему. А именно, когда искусственное стимулирующее вещество попадает в кровь, то оно действует на соответствующий рецептор центральной нервной системы и вызывает иллюзию стимуляции. При этом блокируются железы внутренней секреции и особые механизмы, запускающие производство естественных наркотических веществ в период эмоциональной реакции. Но еще более страшно это блокирование чакр и отсутствие волевого усилия. Ведь каждое эмоциональное состояние есть следствие движения ума, волевое усилие с посылом психической энергии в тот или иной центр на его раскрытие. И если этот механизм не тренируется, не используется, он, согласно природному закону, исчезает за ненадобностью. В результате человек лишается самого важного механизма, образовывающего полевую форму жизни, активации первичного сознания, проявления волевого усилия, преобразования энергии сознания через чакры. В физическом теле атрофируется механизм выработки естественных наркотических веществ через железы внутренней секреции. Страдает и эндокринная система опора физического тела. Поэтому происходит разложение и деградация как психики, так и физического тела. Человек чернеет, теряет естественные пропорции, моральный облик, лишаясь естественного механизма выработки наркотических веществ. Человек попадает все в большую и большую зависимость от искусственных стимуляторов, при этом продолжает деградировать во всех отношениях. Широкое распространение транквилизаторов и гормональных препаратов, как для лечения различных заболеваний, так и для коррекции эмоционального состояния здоровых людей, то есть людей, которые желают успеть за интенсивностью жизни, уменьшить психически-эмоциональные травмы от общения, снизить умственную усталость, повысить работоспособность, оградиться от плохого настроения, чувство неудовлетворения и тому подобное, весьма вредный путь. Механизм разрушения от этих средств подобен вышеописанному от наркотиков, алкоголя и так далее. Например, сейчас широко используют гормоны коры надпочечников, кортизон, проднизолон и тому подобное, а также гормон передней доли, гипофиза АКТГ, которые увеличивают общее сопротивление стрессу, подавляют воспалительный процесс. Но человек, их употребляющий, блокирует естественный механизм их выработки, угнетает собственную волю. В результате доза этих гормонов растет и повреждающий эффект на организм. Втянувшись в гормональное лечение, человек быстро разрушается и гибнет. Поймите, нужен стресс, нужна активность, вырабатывающая эти вещества естественно и естественно укрепляющих организм. А для этого надо бегать, закаливаться, физически напрягаться. Транквилизаторы, антидепрессанты загоняют внутрь и трамбуют в организме отрицательное эмоциональное состояние. В результате их приема меняется характер человека и создаются предпосылки к более серьезным заболеваниям. Из-за искажения энергетики и структуры полевой формы жизни от раковин, империла и так далее. Многие психиатры Федоров, Авруцкий подметили это явление и твердо убеждены, что любое искусственное вмешательство в здоровую психику человека приводит в конце концов к нарушению гармонии личности. Смещается, тускнеет спектр эмоций, появляется равнодушие, черствость, эгоистичность, изменяется мировосприятие, снижаются адаптационные возможности. Таким образом, транквилизаторы, антидепрессанты и гормоны подрывают психическое и физическое здоровье здоровых людей, а больных делают еще более больными. Перед вами впервые в мировой практике описан настоящий механизм вредного воздействия различных стимулирующих веществ, особенно алкоголя, наркотиков, гормонов и транквилизаторов на организм человека. Вся порочность лечения современной медицины заключается в том, что она увидела последнее звено этого процесса и питается с его помощью воздействовать на организм. А поступать надо наоборот, воздействовать на первое, самое главное звено, что позволяет активизировать все последующие звенья оздоровительного процесса. Воздействие с конца приводит к блокировке главных процессов оздоровления и приносит обратные результаты. Подобные результаты приносят и чрезмерное увлечение биоэнергетическим лечением. У большинства населения нашей планеты сложилось сложное мнение, что за деньги можно приобрести все, при этом не затрачуя собственных волевых усилий. Вам могут нанять хорошего массажиста, экстрасенсы и так далее. Но только вы сами можете проявить волевые усилия, раскрутить чакры, насытить полевую форму жизненными энергиями, активизирует эмоциональный мозг и эндокринную систему. Увы, вот это за вас никто не сделает, будь вы человеком без определенного места жительства или генеральным секретарем. Ниже следующие примеры из потока писем, идущие в мой адрес, проиллюстрируют это. Пример, город Тихвин, РА. Моему сыну 20 лет, он тяжело болен. Врачи поставили диагноз апластическая анемия. У него низкий гемоглобин и плохие анализы крови. Нам врачи сказали, что с такой болезнью живут не более 5 лет. Моему горю нет предела, а переживаниям и слезам нет конца. 8 декабря 1992 года провожали его в армию здоровым, цветущим и бодрым, а встретили инвалидом. Валеру отправили в Ленинград в военно-медицинскую академию. Там провели обследование и поставили диагноз. Там он пролежал месяц. Никакого лечения не проводили. Сказали, нет лекарств. А посадили сразу на гормоны преднизолон. Из армии комиссовали. Лежал в Москве. Госпиталь имени Щукина месяц. Потом в Ленинграде. Областной больнице имени Луначарского. Тоже месяц. Но нигде никакого лечения не было, кроме таблеток преднизолона, с которых он очень располнел. Предложили операцию удалить селезенку. Но что это дает? От операции пока отказались. Сейчас он дома. Дали инвалидность второй группы. Пример. Санкт-Петербург. С.А. Мой сын Владимир. 1966 года рождения. До 26 лет практически не болел. В детстве болел свинкой, краснухой. ОРЗ. Сбои, конечно, были. Но чтобы так остро встал вопрос о здоровье, увлекался восточными единоборствами. Словом, это рослый, физически развитый парень. Но в сентябре он съездил поработать в Польшу. Работа была физически тяжелой. И очень плохое питание. В результате через три недели он приехал отечный. Врачи поставили диагноз. Кломер рулонефрит с нефротическим синдромом. Это был октябрь 1992 года. Далее с декабря 1992 года. Стационар нефроцентра. Там он пробыл по март 1993 года. Лечили преднизолоном. Будучи семьей здоровой, я не предполагала, какая в том опасность. Доверяя врачу и полагая, что уж злато он не сделает. В сутки 80 миллиграммов. Как только сын стал глотать таблетки с февраля, анализы стали прекрасными. То есть белка нет. Выписали сына в марте с постепенным сокращением дозы преднизолона. Но с приемом его до конца 1993 года. А там посмотрим. Когда нам один умный человек объяснил суть гормональных препаратов, сын с уменьшением дозы прекратил прием преднизолона. Все лето 1993 года анализы были хорошими. И вот в конце сентября 1993 года в анализы появился белок. 1,65. И началась отечность с ног. Отчаяние наше было велико. Что делать? Врачи ни в коем случае. А куда? Пример. Москва. Б.А. Болею с детства. Мои болезни это. 76 год. Хронический пилонефрит. Гипоплазия правой почки. 83 год. Хронический гайморит. Ариносинусит. 85 год. Хронический бронхит, перешедший в бронхиальную астму. 88 год. Установлена бронхиальная астма. Инфекционно-аллергическая форма. С 1993 года принимал гормональный дексаметазон. Принимал без консультации с врачом. Весь тело к февралю 1994 года достиг 100 кг. Я решил прекратить прием этого препарата. В июне этого года у меня произошел страшный приступ, заключавшийся в чувстве потери сознания. Затем эти приступы стали преследовать меня каждый день по несколько раз в день. Кончилось все это инсультом. Пример. Город Пермь. МВ. Мне 32 года. В детстве любящие родители набивали меня молочными кашами, мясом, сладостями и прочей калорийной пищей, считая, что именно она дает человеку здоровье. Я их совершенно не виню. Хотя сейчас очень обидно. Была красивой и здоровой. Занималась спортом до поры до времени. А у 15 лет резко слегла. Сначала дизентерия. Бешеное множество таблеток. Потом, через неделю после улучшения и выписки из станционара, безумно гнойный конъюнктивит. И, наконец, суставы. Резко, болезненно, мучительно. Мне бы тогда мудрого врача, а нет. Слепо верила советской медицине. Пила все, что прописывала. Ела через силу мяса, каши, всю перемешку. Вылечили малыми дозами преднизолона и внутрисуставными инъекциями гидрокортизона. Вроде прошло. А в 23 года, когда вышла замуж, резко, через 2 недели после свадьбы, мочеполовая инфекция. А через 10 дней суставы. В больнице пролежало 5 месяцев. Врачи бились. Ничего сделать не могли. Пример. Город Улан-Удэ. НЕ. Заболела я полиартритом в 1992 году. После того, как переболела ангины. У меня сразу опухли мизинцы. А потом потихонечку стали деформироваться и другие суставы. И с каждым годом все больше болят. Уже затронуты все. В конце 1992 года мне стали давать гормоны 6 таблеток. Зачем они это сделали? До сих пор не понимаю. Просто для опыта. Примечание мое. У меня появилось мало крови. 69 гемоглобин. Я понемножку хожу. Сидеть долго не могу. При даче у меня еще ОРЗ. А где ОРЗ? У меня там эстоматит. Плюс киста правого яичника. Хронический танзелит. Печень болит и так далее. И тому подобное. Вообще в свои 19 лет я разрушаюсь. Пример. Город Хмельницкий. Л.И. В 1989 году в Кале увидела кровь. Но этому значение не придал. Потом летом этого же года у меня пошла обильно кровь и понос. Меня увезли в госпиталь. Где поставили диагноз. Эрозивно-язвенный калит. И вот тут-то все началось. Худею на глазах. С 78 кг уже вешу 64. Все болит. На обследовании сказали, что у меня хронический панкреатит. Хронический холестицид. Сердце и печень начали ныть. За последние 3 года я уже лежал 5 раз в больнице. Дают гормоны. Приднезолоны. Гидрокортизол. Антибиотики. 31 год. Меня пишут с армии. Пример. Город Рязань. РВ. Мне 23 года. Я имею кучу болезней. Внутрочерепное давление. Остеохондроз. Бронхит. Эрозия 12 перстной кишки. Фиброма. Частая простуда. Давление 180 на 120. В 1990 году заболели почки. Диагноз. Хронический глумеролонефрит с нефротическим синдромом. Два раза лежал в больнице. Лечили таблетками. Уколами. Сделали капельницу. Давали гормоны. Но толку никакого. Комментарий к последнему примеру. Этот человек сильно зажимает свои эмоции. Не выводит мысли наружу. Из-за этого произошло нагнетание и утрамбовывание энергии. Что привело к подъему внутричерепного и кровяного давления. Бронхит также вызван за стоем энергии и неправильным питанием. Которое этому лишь помогает. Это относится и к простудам. А вот такие заболевания, как остеоханроз отчасти, он вызван также за стоем энергии. Эрозия 12-перстной кишки и особенно фиброма и глумеролонефрит вызваны накоплением империла в полевой форме жизни. Я думаю, там и достаточно вредной микрофлоры, которая все это еще поддерживает на физическом уровне. Естественно, вышеописанное лечение никакого толку не дает. Что надо делать? Очищать организм полностью. Использовать уринотерапию в виде массажа. Давать регулярную длительную нагрузку умеренного характера и циклического содержания. Бег, танцы, дыхание пострельниковой. С целью раскрутки чакр, проявления воли. А в качестве очищения от спрессованной эмоциональной энергии применять ребёфинг, холотропную терапию, дыхание счастья. Можно даже дианетику. Но сейчас дианетику неправильно используют. И уже через полгода этот человек будет поражать мощным здоровьем и неутомимостью. Это уже проверено. И теперь нам остаётся разобрать механизм влияния клеточного сознания на ошибочное поведение человека и развитие от этого психосоматических заболеваний. Как уже ранее указывалось, в моменты потери человеком в сознании, при операциях, гипнотическом трансе, травмах, сильной боли и так далее, полевая форма жизни обнажает физическое тело. И в эти моменты всё, что окружает тело человека и испускает какую-либо информацию, голоса и речь людей, уличные шумы, запахи и так далее, встраиваются в виде информационного кода в протоплазму клеток, изменяя соответствующим образом их структуры. Когда возвращается полевая форма жизни и пронизывает в своей энергии эти искажения, она их усиливает, но они, вернее информация заключённая в них, ничем себя не проявляет. Но как только вокруг человека возникает подобная ситуация, которую он пережил в период бессознательности, записанная на клетках информация резко активизируется, устраняет аналитический ум с его разумными действиями, и человек действует и говорит так, как поступали люди в моменты бессознательности вокруг него. Поясню это примером из техники. Все мы прекрасно знакомы с радиоприёмником. Радиоприёмник в целом это человек. В радиоприёмнике имеется шкала с частотами, на которой расположены станции. Часть станций работает устойчиво и постоянно, а часть, как помехи, плавает туда-сюда, мешая прослушиванию устойчивых станций. Устойчивые станции это наша память, плавающие туда-сюда это клеточная память, корпус приёмника человеческое тело, энергопитание, полевая форма жизни. Бегунок на шкале аналитический ум. Мы включаем наш приёмник на устойчивую станцию, что в нашем случае будет означать нормальное функционирование человеческого организма. Затем немного поворачиваем его. Плавающая станция наезжает на устойчивую. Возникают помехи, что означает отключение аналитического ума. И слабая станция пробивается. Говорит что-то в динамик приёмника. Противоположная основная станция. То есть это включается реактивный ум и затем исчезает, уступив место ранее выбранной устойчивой станции. То есть аналитическому уму. Я надеюсь, теперь вам стал понятен этот механизм неправильного действия клеточной памяти. У человека в процессе его жизни на шкале приёмника физического тела может накопиться только плавающих станций. В дианетике их называют инграммами, что вся шкала будет заполнена ими. В итоге, какую бы жизненную программу не задействовал аналитический ум, реактивный будет её искажать, что будет выражаться в неправильных поступках, построении речи и других противоестественных действиях, которые человек не может логично объяснить самому себе. Он только оправдывается. Мол, бес попутал. Естественно, такая клеточная память ввергает человека в непонятные для него конфликты, делает совершенно неуживчивым и непредсказуемым. У него накапливается от этого множество зажатостей эмоционального характера, что в итоге приводит к возникновению психосоматических заболеваний самого разного характера. Исследователями этого процесса с 30-х годов нашего столетия накоплено огромное количество фактов, что так она и есть. Причём первые провалы бессознательные начинаются сразу же после зачатия ребёнка. Половой акт после зачатия подвергает зародыш встряске, как в стиральной машине. Всё, что в это время папа говорит маме, записывается на клетках. В итоге, пока ребёнок не понимает слова, всё может быть нормальным. Как только он становится способным различать значение слов, информация, ранее записанная на клетках, теперь может считываться и задействовать клеточную память. И теперь, если возникает ситуация с похожими звуками и речевым смыслом, реактивная часть ума делает ребёнка неуправляемым. И ещё большую патологическую клеточную запись на теле ребёнка оставляют роды, особенно тяжёлые, ну и, конечно, попытки абортов. Всё это записывается и в зрелом возрасте, а когда создаются подходящие условия, включается клеточная память, и человек получает невроз, шизофрению или психосоматическое заболевание. Причём, это настолько широко распространено, что каждый из нас имеет огромное количество клеточной памяти, готовой в любой момент, в зависимости от ситуации, проявиться самой дикой выходкой, либо обострением или возникновением любого психосоматического заболевания. Пример. Когда возле меня кто-то начинает ругаться матом, я теряю самообладание и готов избить этого человека, что со мной часто и происходит. Я не знаю мотивов этого, но сдерживаюсь крайне редко. Комментарии. Оказывается, этого человека в драке сбили с ног, отключив при этом сознание и начали избивать ногами, выкрикивая при этом ругательство. Клеточная память всё записала и приняла к своему сведению, что для выживания необходимо принять сильную сторону, то есть сторону избивавших тело людей, как более лучшие средства защиты в данной ситуации. И вот когда этот человек слышит мат, это сразу же активирует защитную реакцию организма на уровне клеточного сознания, бить первым сильно, чтобы самому выжить. Не секрет, что многие из нас замечали за собой странности в поведении, когда в той или иной ситуации мы ведем себя так, как отец, более сильный человек, повторяем его обороты речи и так далее. Помните, клеточное сознание в ситуациях, связанных с риском жизни, всегда берет на себя информацию с сильной стороны и в дальнейшем бессознательно ее использует при сознании любой угрозы подобного характера. Другая разновидность клеточной памяти – это когда человек чрезмерно фантазирует, слышит внутренние голоса, беседует сам с собой. На этом уровне искажений элементы клеточной памяти встраиваются в аналитический ум, образуют демонические цепи, и человек плетет неколесицу, слушает сам себя, фантазирует, воображает и принимает это за правду. Например, он будет стоять на своем, утверждая что-то, хотя на самом деле это не так, он просто забыл. А демоническая цепь ему шепнула, и он слепо и твердолобо повторяет это, уверованный в своей правоте. Какие выводы можно сделать по исследованию этого вопроса? Клеточная память представляет собой древнейший механизм, призназначенный для выживания организма. Но в современной жизни она становится ненужной и препятствует нормальной работе аналитического ума. Поэтому ее надо стереть, ибо она задействует энергетику полевой формы жизни, уменьшая тем самым наши жизненные возможности. Взаимосвязи личности Человек живет в окружающем его мире, являясь его продолжением и подвержен его многочисленным влияниям. Мы уже знаем, что он видимо и невидимо соединен со всей Вселенной. При этом каждая связь дает что-то конкретное и необходимое для нормальной жизнедеятельности человеческого организма. Искажение или прерывание связи выражается в рассогласовании, угнетении и вообще прекращении возможностей жить. Так на какие взаимосвязи нам необходимо в первую очередь обратить внимание? Первое. Взаимосвязь полевой формы жизни с физическим телом. Второе. Взаимосвязь первичного сознания с обыденным. Третье. Взаимосвязь с другим полом. Четвертое. Взаимоотношения с другими людьми, обществом. Пятое. Взаимосвязь с миром полевых форм. До этого мы рассматривали другие связи. Пищевые, биоритмологические. Первое. Взаимосвязь полевой формы жизни с физическим телом. Ранее эта взаимосвязь уже была описана. Повторим основное, что необходимо знать для поддержания этой основной связи. Первое. Не загрязняйте полевую форму жизни мысленными и эмоциональными отходами, а физическое тело шлаками и клеточным сознанием. Тогда у вас в организме все будет хорошо управляться. Б. Помните, что все наше здоровье заключается в полевой форме жизни. И выводите силу с помощью волевого усилия изнутри в физическое тело. Само физическое тело никакой энергии не создает. Она не существует. Если накачать себя стимуляторами, то разрушишь полевую форму жизни и умрешь преждевременно. Второе. Взаимосвязь первичного сознания с обыденным. Помните, что обыденное сознание есть проявление первичного и базируется на трех жизненных принципах ветра, желчи и слизи. От взаимного смешивания и разнообразия их пропорций мы имеем собственно индивидуальное сознание тела. Изучайте себя и уважайте индивидуальность других. Помните, все наши привычки, мотивы и наклонности есть в проявлении импульсов, идущих от первичного сознания с учетом пропорции жизненных принципов. Я бы сюда еще добавил и кармические наработки из прошлых жизней. Они тоже очень сильно влияют. Когда вы будете знать, откуда идут те или иные запросы, потребности, вы сможете умело руководить собой и избегать критических жизненных ситуаций, либо легко их преодолеете. Третье, взаимосвязь с другим полом. Это огромнейший и серьезнейший вопрос, и от того, насколько успешно он решается человеком, зависит его процветание, духовный рост и многое-многое другое. Давайте проведем собственное исследование этого вопроса, а затем на его основании сделаем выводы и рекомендации. Итак, приготовьтесь, впереди у нас новое интеллектуальное волевое усилие. Что оно принесет, не знаю, но все во мне затрепетало от предвкушения чего-то такого, что я узнаю впервые. Это я написал, когда попробовал заняться вот этой темой. С другим полом мы взаимодействуем в четырех главных направлениях. Первое. Каждый человек желает создать семью и с этой целью подбирает себе пару. Второе. В каждой семье имеется свой лидер. Третье. Отношения между мужчиной и женщиной внутри семьи. Четвертое. Половая жизнь супругов. Ответим на вышеуказанные вопросы, мы в какой-то мере разберемся с этим вопросом целиком и сделаем соответствующие выводы для себя. Первое. Какие критерии использует человек для создания супружеской пары? Из житейской практики мы знаем, что одни люди нам нравятся больше, а другие меньше. При этом мы не отдаемся отчета, почему мы предпочитаем одного человека более, чем точно такого же, одинакового возраста, телосложения, похожего характера, но другого. Причина влечения мужчины и женщины друг к другу лежит в полевом уровне человеческого существа. Полевая форма жизни имеет свои отличительные особенности, а у женщины другие, противоположные, мужской. В результате этого противоположности имеют тенденцию к взаимопритяжению, к цели уравновешивания и гармонизации. Таким образом, мужчина и женщина представляют собой разноименные энергетические половинки, которые при взаимодействии обладают способностью к творческому акту. Одноименного заряда энергетические половинки такой способностью не обладают. Другими словами, отдельно ни группа мужчин, ни группа женщин не могут воспроизводить себе подобных. Все, что создает человек в результате своей деятельности, ни в коей мере нельзя сравнить с чудом появления новой жизни, высшим актом творения. Таким образом, в основе влечения между мужчиной и женщиной лежит их энергетическая разница, вернее сказать структурная. Таким образом, мы разобрали общую тенденцию влечения мужчин и женщин друг к другу. Но при создании супружеской пары этого оказывается мало. Мы ищем свою половинку, которая нам наиболее всего подходит. Оказывается, энергетические половинки бывают различных видов. И это зависит от года и месяца, в которые произошло рождение человека. Лучше считать по зачатию. Я раньше думал, что лучше считать по зачатию. Нет, лучше все-таки считать именно по рождению, по времени рождения. Так существует 60-летний цикл, налагающий основной энергетический отпечаток на человека. При этом воздействует пять энергий по два года каждое. Дерево, огонь, земля, металл и воды. В 60-летнем цикле эти энергии чередуются 12 раз. Таким образом, получается, что существует пять видов энергетических половинок. Первое, окрашенные энергии дерева. Второе, соответственно, огня. Третье, земли. Четвертое, металла. И пятая, воды. При этом среди этих энергий имеются взаимопорождающие, а другие взаимоуничтожающие. Каждый человек, рожденный в год прохождения особой энергии, несет ее отпечаток на себе. Например, в 1984 году и в 1985 годах это дерево. И если для супружеской жизни подбирается энергетическая половинка, взаимно уничтожающая, то брак оказывается непрочным и люди быстро расходятся. Считается, что не сошлись характером. Помимо этого, внутри каждого года периодически сменяют друг друга четыре энергии. Огонь, земля, воздух и вода. Первое, овен, лев и стрелец, огонь. Второе, телец, дева и козырог, земля. Четвертое, близнецы, весы и водолей, воздух. И четвертое, рак, скорпион и рыбы, вода. Астрологами давным-давно подмечена такая закономерность, что люди, рожденные в тот или иной знак, лучше всего и прочнее, сочетаются брачными узами с людьми, рожденными в родственные для них знаки. И наоборот, браки получаются непрочными, когда в супружеские отношения вступают люди враждебных знаков. Например, огня и воды. И если теперь посмотреть на все это с точки зрения энергетических половинок, то окажется, что непрочные браки состоят из половинок, окрашенных энергиями взаимно подавляющего содержания. Счастливые из половинок, взаимно усиливающих, либо подобных энергий. И более-менее устойчивые браки состоят из энергетических половинок, нейтральных и слабо усиливающих энергий. Подобные, но более сложные вычисления специально делались древними тибетскими астрологами, для того, чтобы идеально создать супружескую пару. Для этого определялось менге. По-тибетски это родимое пятно или место. То есть место в 60-летнем цикле, которое по энергетическим параметрам идеально дополняло энергетические параметры вступающего в брак. Советую всем вступающим в брак просчитать собственную менге, чтобы после не винить судьбу. Второе. Проблема лидерства в семье. Обычно в каждой семье имеется свой лидер, который в той или иной мере проводит свою линию жизни. Второй супруг молчаливо одобряет эту линию и помогает ее осуществлять. Если же в семье оказываются два лидера, то, как правило, этот брак не прочен, ибо у каждого имеется своя точка зрения, которую он желает воплощать в жизнь, считая ее более главной и необходимой в данный момент жизни. Бывают и такие случаи, когда оба супруга не обладают качествами лидеров. В этом случае брак получается неуверенным и бездарным. Лидерство в семье определяется также энергетическими параметрами супругов и зависит от знака зодиака. Мужские знаки – это овен, близнецы, лев, весы, стрелец, водолеи. Женские знаки – телец, рак, дева, скорпион, козерог, рыба. Кстати, у меня жена дева, и вот с возрастом, хотя я на 6 лет ее старше, она начинает потихонечку доминировать, давит, да, вот это ощущается. Если в семье супруги подбираются с одинаковыми знаками, вот как у меня, то лидером, скорее всего, будет мужчина. Ну вот я бы сказал, что я лидер, но тем не менее, мне жена наступает на пятки. В этом случае необходимо посмотреть, в какой год по восточному календарю родились супруги, откуда у них атаманские замашки. Проблема лидерства возникает не сразу, но возникает в любом случае семейной жизни. Порой сильные мужчины быстро обламываются в житейских передрягах и становятся пассивными пассажирами на борту семейного корабля, прикладывая благополучие семьи на хрупкие женские плечи, но имеющую алмазную волю. И женщина успешно управляет семейными делами, потому что она рождена в мужской знак, а ее богатырь супруг в женский. Естественно, бывают исключения из правил, но это уже другой вопрос. Третье. Отношения между супругами внутри семьи. Каждая семья живет по своим негласным правилам, которые супруги сами устанавливают между собой внутри семьи. Какие же правила необходимо соблюдать супругами, чтобы жить в мире и согласии? Первое. Понимаете и уважать другого. Когда проходит первый любовный пыл, и могут уже появиться дети, и вы хорошо узнаете своего супруга, видеть его недостатки, достоинства и так далее, у вас невольно меняется отношение к нему. Чтобы у вас не происходило разочарования и прочих конфликтных жизненных ситуаций, типа многосерийного телесериала Санта-Барбары, хорошенько и разносторонне разузнайте о своем возможном супруге. Уже после этого делайте самый серьезный поступок в вашей жизни. Обзаводитесь семьей. После вступления в брак учитесь понимать свою половину, уважать ее индивидуальность и способствовать ее раскрытию. Второе. Поддерживать бодрый, оптимистический фон семейной жизни. Не пасовать перед трудностями. Семейная жизнь. Как любое явление, разворачивающееся во времени, имеет ряд периодов образования семьи, становления, стабилизации, обратное развитие и исчезновения. Каждый из этих периодов имеет ряд специфических особенностей, требует от семейной пары проявления больших или меньших совместных волевых усилий, взаимного понимания и многого другого. Опишем схематически, как желательно поступать в каждом из периодов. Образование семьи – это наиболее трудный из всех периодов. Влюбленная пара встречается с первыми трудностями. Надо где-то жить. Из сложившегося быта в семье родителей должен сложиться новый быт новой семьи. Это распорядок дня, заботы по поддержанию порядка в доме, квартире, приготовление пищи, уборка и многое-многое другое. Возможен переезд на новое место жительства, смена работы и многое другое. Таким образом, старый стереотип поведения должен быть заменен новым, а это требует сознательных волевых усилий со стороны молодого человека, как мужчины, так и женщины. Как нам известно из предыдущего, такая перестройка может проводить к временным расстройствам адаптации, поведения и многого другого. Одни молодые люди это переносят нормально, другие с трудом и очень страдают от этого. В любом случае, знайте, когда вы просто встречаетесь, вы живете прежней накатанной жизнью. Как только вступили в брак, меняется ваша жизнь, а с ней меняетесь и вы. Это хорошо видно со стороны. Это закономерно по вышеописанным причинам. Поэтому поменяйтесь в лучшую сторону и дайте возможность вашему супругу безболезненно провести замену старого стереотипа на новый. Этот период у всех супружеских пар протекает по-разному, в среднем около года. Пройдя благополучно этот период, вы обеспечите психическое здоровье себе и образуете здоровый микроклимат внутри семьи, в котором можете отдыхать и восстанавливать растраченную жизненную энергию. Становление семьи. Становление семьи подразумевает под собой приобретение надлежащего места жительства, необходимых материальных благ и обязательно рождение детей. Вот теперь это уже настоящая семья. Многие люди вкалывают в этот период на пределе своих сил. И очень важно, чтобы придя домой, вы попали в дружескую для вас обстановку, где вас понимают и любят. Если этого нет, у человека пропадает стимул к труду для процветания семьи. Мужчины и женщины должны в этот период поддерживать друг друга, быть единым организмом. Тогда все у них получится. Это период наиболее интенсивной жизни, строго индивидуален у разных супружеских пар. Стабилизация семьи. После того, как произошло становление семьи, наступает более-менее спокойный период. Материальные проблемы в основном решены. Остаются текущие, которые требуют гораздо меньшего волевого усилия. Супруги прекрасно изучили друг друга. Быт установился. Дети сплачивают и поддерживают чувство ответственности. Каждому из супругов остается поддерживать эти подлинные семейные отношения, постоянно обновляя и внося новизну в жизнь семьи. Если этого не происходит, может возникнуть скука. Каждый супруг начнет искать новизну на стороне, уходить в какие-то личные увлечения. Преодолевайте скуку сообща. Ищите новизну во всем. Тогда все будет нормально. Обратное развитие и исчезновение семьи. После того, как ваши дети вырастают и начинают собственную жизнь, вы остаетесь вдвоем. И даже если взрослые дети продолжают жить с вами, они живут своей жизнью, своими семьями. В результате ваша семья уменьшается, запросы у пожилых супругов снижаются. Все уже накоплено в предыдущие периоды существования семьи. В этот период супруги становятся похожими друг на друга. Их больше заботят проблемы собственного здоровья. А из-за угасания половой жизни они несколько удаляются друг от друга. На этом периоде существования семьи происходит новая перестройка динамического стереотипа. Поэтому помогайте друг другу. Понимаете, что с вами происходит, отчего вы так меняетесь. Ищите другие точки соприкосновения. Именно в этом периоде существования семьи вы можете наслаждаться всем, что было достигнуто совместным трудом. И наоборот, у людей, у которых не сбылись жизненные планы, наступает разочарование и апатия. Продолжение совместной жизни. Они злятся на своих супругов, хотя виноваты в этом сами. Недостаточно провели волевых усилий на жизненном пути, не были сразу уверены в супруге, а из-за этого был холодок в общении. А следовательно и мысли, для чего я так буду стараться и так далее. Со смертью одного из супругов семья перестает существовать. Это естественно закономерность нашей земной жизни, поэтому не делайте из нее для себя критических жизненных ситуаций. Во всех легендах и сказках о любящих супругах говорится, что они жили долго и счастливо и умерли в один день. Поэтому даже смерть не разлучает таких супругов, а дает им возможность существовать как одно целое в мире полевых форм. Четвертое, половая, вернее полевая, сказать, жизнь супругов. Винец семейной жизни между супругами это полевое общение, которое выражается в физической близости. Высший акт творения, в результате которого рождается новая жизнь. В взаимодействии супругов во время этого акта слияние двух половинок в одну ни с чем не сравнимое переживание, возвышающее супругов до уровня творца и позволяющее пережить состояние чистого блаженства. Ананда по-индусски. Во время полового акта вы не только обмениваетесь мощными творческими энергиями и испытываете непередаваемую гамму эмоций, настроений, которые сплачивают, очищают и оздоравливают вас. Зажатость, излишняя стыдливость, неудовлетворенность приблизости порождает наибольшее число различных извращений, актов, садизма и прочих умственных сдвигов. Естественно, ни о каком здоровье не может быть речи, если человек не может довериться и открыться другому, зажимать свое чувство приблизости, боясь показаться развращенным и так далее. Будьте свободны и естественны. Наслаждайтесь при общении друг с другом. Это позволит мощным творческим энергиям очистить вас от многолетних накоплений империла. В заключении отметим, что благоприятствует увеличению остроты переживания во время физической близости супругов. Первое. Правильная подобранность энергетических половинок. Это самое основное. Второе. Правильный настрой супругов. Открытость, доверие, любовь. Третье. Насыщенность энергии каждого из супругов позволяет увеличить остроту ощущений. Этому же способствует и внутренняя чистота организма. Чем чище вы изнутри, тем ярче ощущения. Четвертое. От количества за раз выбрасываемого семени. Это для мужчин. А у женщины от длительности полового акта. Чтобы он прошел все стадии. Пятое. Спокойная обстановка. Некоторое разнообразие. Своего рода творческий подход к физической близости. Чтобы однообразием вы не исчерпались. Помните, человек всегда ищет новизну. Так создавайте ее у себя дома. Как видно из нашего небольшого исследования. Вопрос супружества весьма важен для здоровья. И процветание каждого из супругов. Весьма важно правильно подобрать именно свою энергетическую половинку. На такой подход указывает и Библия. Бытие. Глава 2. 21-24. И навел Господь Бог на человека крепкий сон. И когда он уснул, взял он ребро его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра взятого человека жену. И привел ее к человеку. И сказал человек, это кость от костей моих. И плоть от плоти моей. Она будет называться женою. Ибо взята от мужа своего. Поэтому оставит человек отца своего и мать свою. И прилепится к жене своей. И будут два, одна плоть. Мощно сказано. Четвертое. Взаимосвязь с другими людьми обществом. Эту взаимосвязь можно охарактеризовать библейской истиной. Не поступай с людьми так, как не хочешь, чтобы они с тобой поступали. Это основное, что необходимо знать, общаясь с другими людьми. Ситуации бывают самые различные и неожиданные. Но совесть и сердце всегда подсказывают, как необходимо поступать в том или ином случае. Если мы подавляем первый правильный порыв, то в оценку обстановки включается аналитический ум, который начинает анализировать ваше предстоящее действие с различных точек зрения. Как это будет выглядеть со стороны, что обо мне подумают, зачем мне это вообще нужно и так далее. И в итоге вы можете вообще ничего не сделать, либо поступить неправильно. Помимо этого, взаимодействие с другими людьми на работе и в других случаях осуществляется по энергетическим законам. Мы уже говорили, что в зависимости от года и места рождения, человек может быть окрашен одной из пяти видов энергии. Если в рабочем коллективе подбираются люди с дружественными энергиями, то они плодотворно работают, ладят между собой. Если подбираются с противоположной энергетикой, то внутри коллектива группы возникает взаимная неприязнь и продуктивность работы этих людей весьма низка. В любой небольшой группе людей возникает проблема лидерства, которая наблюдается и в каждом все более и более крупном объединении, вплоть до государственного уровня. Как правило, лидерами становятся люди с сильной энергетикой, истинные лидеры, которые чувствуются в общении с ними. Помимо обладания сильной энергетикой, лидер должен выражать и осуществлять мнение большинства и их интересы. Таким образом, истинный лидер – это человек, добровольно взявший на себя обязанность осуществлять интересы маленькой или большой группы людей. Если же происходит наоборот, лидер с небольшой группой людей подчиняет себе все остальное общество, то он становится тираном, который за счет других людей проводит в жизнь узкие личностные интересы, либо интересы маленькой группы, поддерживающих его людей. В любом из двух случаев, лидер – это подчиненный человек, выражающий и воплощающий в жизнь чью-то волю большинства или меньшинства. Проблема лидерства весьма сложна, ибо, как правило, необходимо прислушаться к мнению различных людей в коллективе, подчасть противоположных, и находить компромиссное решение. Проиллюстрируем это примером. Все знают о Beatles – музыкальной группе 60-х годов. Их популярность в то время была колоссальной, а песни слушали люди от 5 до 60 лет. Они принесли огромный доход Англии от продажи своих пластинок, до что были удостоены высших наград от королевы. Проанализируем, на чем были основаны творческие взаимоотношения внутри группы Beatles. Джон Леннон – основатель группы. Родился 9 октября 1940 года. Пол Маккартни – проявил качество лидера во второй половине существования группы. Родился 18 июня 1942 года. Джордж Харрисон – родился 25 февраля 1943 года. Ринго Стар родился 7 июля 1940 года. Итак, посмотрим. Числовые значения получаются так. Первая цифра – есть сложение числа рождения. Например, у Маккартни 18 – это 8 плюс 1 равняется 9. А второе – сложение чисел года. У Леннона, который родился в 1940 году, единица плюс 9 плюс 4 плюс 0 равняется 14. Единица плюс 4 равняется 5. Все члены группы содержат дружественные и идентичные энергии 60-летнего цикла. Энергетика по знаком Зодиака дружественна и идентичная. Творчеством в группе в основном занимались мужчины Леннон и Маккартни. Воздух плюс воздух – 9 плюс 9. Харрисон и Стар были ведомыми. Женская половина, идеально дополнявшая мужскую. Создатель группы Леннон вначале был лидером ее. Вот что он говорил. Я был агрессивен, потому что хотел прославиться, стать первым. У него оказалась выражена индивидуальная конституция желчи, что выражалось внешне в его агрессивности, желании прославиться. Ранняя потеря зрения. Маккартни, как младший мужчина, был подавлен возрастом и агрессивностью Леннона. Но в дальнейшем энергетика Маккартни проявилась в себя полную силу, и он стал истинным лидером группы, представляющим ее интересы. И это закономерно с энергетической точки зрения. Ведь у него огненная энергия в 60-летнем цикле, а также больше мужское числовое значение. Именно он в последние годы существования группы объединял и мирил всех. Но стоило ему объявить о своем уходе, как группа Битлз развалилась, потеряв своего истинного энергетического лидера. Состав группы Битлз не всегда был таким. Вначале вместо ринга стара, ударной, у них был Пит Бест, человек с совершенно другими энергетическими характеристиками. Это особенно сказалось на неуравновешенности женской половины группы, Харрисоны, который и предложил заменить его старым. Вот как это вспоминает сам Пит Бест. После двух лет работы меня вышвырнули вон. Непонятно почему. Мне не дали прямого ответа. Надеюсь, теперь вам понятны неосознанные мотивы этого непонятного почему. Из нашего краткого исследования в замосвязи человека с другими людьми и обществом вытекают три положения. Не желает другим людям зла. Окружает себя людьми родственной с вами энергетикой. Избегать попадания в зависимость и быть пешкой в чьей-то игре. Когда человек не желает другим зла, он не разрушает себя вредными эмоциональными состояниями, не накапливает мысленного яда империла. Когда человек окружен людьми с родственной ему энергетикой, он чувствует себя комфортом. У него нет беспричинной раздражительности и подавленности от общения с лицами, обладающими противоположной энергетикой. Когда человек свободно развивается и не попадает под счет о влиянии, у него отсутствуют мысли, что он выполняет не свое, а чужое. Не накапливается внутреннее отрицание чужой воли. Он не ломает себя, а живет легко и свободно. Выполнение этих трех пунктов сознательно, добровольно, либо быть самому по себе, либо быть ведомым и не сопротивляться этому, позволит вам сохранить свое психическое здоровье и избежать массу кризисов и разочарований. Пятое. Взаимосвязь с миром полевых форм. Человеком всегда притягивала к себе неизвестность и, в частности, наиболее сильно то, что происходит с человеком после смерти, а также ряд других феноменов, типа общения с другими существами из параллельных миров. Нам предстоит разобрать, стоит ли на это вообще обращать внимание, а если стоит, то на чем его заострить. Из предыдущего мы знаем, что существует полевая форма жизни человека. И в момент смерти она отделяется. Вспомните опыты ленинградских ученых. Но что с ней происходит дальше, мы не знаем. Давайте сделаем такой оригинальный анализ. С того, что мы знаем, перенесем аналогию на то, что пока не знаем. Начнем с того, что человеческий организм образуется от слияния мужской и женских клеток. Из двух образуется одно целое, которое начинает развиваться. Развитие происходит с тенденцией к колоссальному увеличению объема, прохождению ряда стадий, изменению формы, появлению и исчезновению органов. Например, человеческий плод в отрубе матери представляет собой сложное образование, само тело ребенка, пуповину, плаценту, амниотическую жидкость и капсулу, в которой все находится. Все вышеуказанные части необходимы для нормального развития и жизнедеятельности. Все в целом представляет один организм. При рождении человек переходит из водной среды существования в суховоздушную, в которой отпадает надобность плаценте, амниотической жидкости, пуповине, оболочки и так далее. Теперь начинают работать легкие, желудочно-кишечный тракт, которые были не нужны в дородовой фазе развития. Значительно расширяется способность передвигаться, развиваются органы чувств, например, зрение, обоняние. Появляется ум, которые были не нужны. А плацента, пуповина, амниотическая жидкость и капсула оказываются бесполезными, отторгаются. Более того, человек теперь не может существовать в прежней водной среде. Возврата назад не только путь вперед. Адаптироваться и развиваться в суховоздушной среде. Таким образом, сам путь развития толкает человека вперед, отрезая возможность к возврату. А что происходит с человеком в суховоздушной фазе существования? Какие структуры человеческого организма она развивает? В течение первых 20-25 лет жизни происходит развитие физического тела. Параллельно с ним, а затем вплоть до самой смерти, в основном развивается и совершенствуется полевая форма жизни человека. Человек обогащается чувственными переживаниями самого различного уровня. Учится владеть собственным волевым аппаратом. Набирается знаний. У каждого человека все это протекает строго, индивидуально. Но если правильно подойти к этому развитию, то можно добиться потрясающих результатов. У человека уже при этой жизни могут появиться различные совершенства. По-индусски ситхи. Например, имеются люди, не нуждающиеся ни в чем. Создающие все необходимое для себя усилием воли. Например, Сати Саибаба. Про него говорят, что он великий чудотворец. Какие чудеса он творит, спросил я. Ну, говорят, например, он может производить предметы из ниоткуда. Из книги Э. Мюррей «Человек, творящий чудеса». Издательство Терра, 1990 год. Таким образом, сухо-воздушная фаза существования человеческого существа способствует развитию его полевых структур. И смерть человека представляет собой рождение в полевой форме с его законами, особенностями развития и существования. В настоящее время прогрессивно мыслящие ученые с помощью ряда экспериментов на наисовременнейшей аппаратуре доказали, что действительно смерти нет, а существует переход в другое существование. И опять, как и при рождении человека, смерть обрубает ему все пути назад. Она толкает его вперед в мир космоса. У человека появляется способность перемещаться по космосу с огромными скоростями, общаться мысленно, менять форму тела и многое-многое другое. В полевом мире человек обязан встретить свою энергетическую половинку, слиться с ней и образовать единое полевое существо, эволюционировать дальше и будет два-одна плоть. Удивительно, не правда ли? Например, Иисус Христос не воскрес, а появился в полевой форме жизни. Что вы ищете живого между мертвыми? Его здесь нет, он воскрес. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его. Но он стал невидим для них. Евангелие от Луки, глава 24. Думайте, люди, думайте сами, не пользуйтесь чужими интеллектуальными сжевками. Повторим еще раз главное. Для физического рождения необходимо слияние мужской и женских клеток. Наше рождение. Смерть для внутриутробного существования. Наша смерть в суховоздушной среде. Рождение в полевом мире. Для эволюционирования в полевом мире мы обязаны найти и слиться со своей энергетической половинкой. Образовать разумное существо, качественно, отлично от нашего теперешнего состояния, с огромными возможностями, и продолжать свой путь развития. Полевой мир заселен различными существами, которые могут легко паразитировать на человеке. В настоящее время уже созданы приборы, с помощью которых мы можем видеть эти существа. Так, итальянский исследователь Лучиано Бакконе в пустынной местности на высоком холме создал исследовательскую базу, оснастив ее современной аппаратурой, которая регистрировала электромагнитные и гравитационные поля, а также излучение другого рода. Как только приборы отмечали необычайное отклонение в параметрах, автоматически включались фото и кинокамеры. И что вы думаете появлялось на пленке? Невероятные существа, огромные амебы, висящие в воздухе, крылатые существа, грифозавры, светящиеся квазочеловеческие существа. Бакконе назвал эти существа криттерами, то есть тварями. Они невидимы для обычного глаза, но великолепно фиксируются в инфракрасном и ультрафиолетовых спектрах излучения. Эти существа высокоразумны, могут легко менять свою структуру и форму. Когда читаешь Библию, например, Евангелие от Матфея, глава 8, 16, 28-32, то встречается много рассказов о изгнании бесов. Когда же настал вечер, к нему привели много бесноватых, и он изгнал духов словом. Его встретили два бесноватых, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. И вот они закричали, что тебе до нас, Иисусе, Сын Божий, пришел ты сюда прежде времени мучить нас. Дали же от них послось большое стадо свиней. И бесы просили его, если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней. И он сказал им, идите. И они, выйдя, пошли в стадо свиное. Из выше приведенных отрывков видно, что духи, то есть бесы, действительно паразитируются на людях, в первую очередь подчиняя их разум себе. Духи действительно высокоразумные существа, и что их можно и нужно изгонять. В качестве защиты от духов критеров, человечество придумало ряд средств, молитвы, заговоры и тому подобное, в которых человек обращается к человеческой части полевого мира с просьбой о помощи. Обычно обращаются к святым и другим ранее жившим людям, которые за счет собственных волевых усилий достигли святости, то есть особой силы, с помощью которой они могут и знать полевого паразита. Некоторые люди, живущие среди нас, также могут это делать. Когда человек просит защитить себя или своего ближнего, он должен это делать искренне, чистосердечно. Только тогда его услышать и помогут. Собственно говоря, почему нам могут помочь? Да потому что мать и отец защищают и оберегают зачатого ребенка, помогают ему родиться и вырасти в человека. Если этого не будет, то прекратится род людской. Если полевые родители нам не будут помогать, то исчезнет полевая раса людей, чего они также допустить не могут. Они помогают нам незримо во всех благих начинаниях, поддерживают в трудную минуту. Надо только правильно входить в контакт с человеческими представителями полевого мира, а не с бесами-критерами, что чаще всего наблюдается. Пример. Санкт-Петербург. Мне 42 года. Я работаю партнихой. В конце ноября я стала посещать курсы целительства под руководством одной ясновидящей женщины. Она должна была нас научить, как защититься от отрицательной энергии методом рисования. С помощью этого выправлять астральное поле свое и своих близких. Она учила пользоваться рамкой. Я не успела познать все ею задуманное. Мне трудно судить о ее программе. 8 января 1994 года она подключила нас к космосу. Это ее выражение. Начались рисунки астральных людей. Я на работе многим исправляла астральное поле, убирала вампиризм, открывала Сахасрару. У меня все получалось, я была довольна. Ночью 1 января я четливо помню, как к моей голове подключились. Я стала получать информацию, какие-то предсказания. Мое прошлое рождение. Теперь я осознаю, что все было в мрачных тонах. Велели пока никому не рассказывать. Я воспринимала это спокойно, потому что много читала о контактерах. Выписываю газету «Аномалия». Продолжала рисовать. Пошли рисунки всевозможных вариантов, вплоть до цветов. Я мысленно просила что-то нарисовать, и мне помогали рисовать. В числа 20 я почувствовала тяжесть, усталость. Поняла, что мало. Применяю защиты от отрицательной энергии людей. Было поздно. К моей голове подключались, когда хотели. Пугали какими-то несвершившимися событиями. 22 января, начало полнолуния. Меня совершенно выключили и мной руководили. Как в тумане я работала, куда-то бегала. Сплошные мысли, навязанные мне. Мне дали провожатого в конце дня. В метро мы с ней потерялись. Меня заставили из него выйти, идти пешком. В голове была мания величия. Мания, что я неземная. Придел снова к метро, но к другой станции. Опускаться в него три раза. Время шло. Я ходила по улице. До дома было далеко от станции технологический институт. До озера долгое. Метро перестало работать. Каким-то образом я садилась в легковые машины. Меня высаживали. Я снова садилась. Раза три-четыре пересаживалась. Каким маршрутом я ехала, не знаю. Но вероятно, я адрес постоянно говорила. Последний шофер подвез меня прямо к парадной. Но меня не отпускали. Я пошла мимо дома и весь остаток ночи провела на морозе вблизи дома. Когда отпустили, сначала сходила на остановку трамвая, а потом пошла вновь к дому. Не смогла открыть дверь. Руки перемерзли. После этого дня, я, конечно, не работала. Мой мозг фантазировал. И кого-то защищал. И кого-то обвинял. И пугал меня. Столько страшных испытаний. Всего не описать, как будто огненные препятствия ставили. Столько было мыслей. Воспоминаний о моей предыдущей жизни. Но все в искаженных, мрачных тонах. 28 января. Меня отвезли в психушку. Я отлежала месяц. Постепенно пришла в себя. В марте вышла на работу. Потеряла зрение немного. Но сейчас оно, кажется, исправляется. Теперь приходится отмечаться в диспансере. Геннадий Петрович, меня постоянно мучает вопрос. Что было со мной? Врачи говорят, не надо читать книг, которые я читала. А интересовалась я многим. Я пытаюсь понять Библию. Читала о других религиях. О китайской системе цигун. О йоге. Чуть-чуть о ауробиндах. Комментарий. Когда нам что-то дается без особого труда, как этой женщины. Это в подавляющем большинстве случаев означает, что вы попадаете под влияние без секритера. За все ваши сверхъестественные способности вы поплатитесь деградацией собственной личности, как в вышеописанном случае. Послесловие к этой главе. В результате теоретического и практического применения, изложенного в этой главе, у вас должен сформироваться мудрый подход к жизни. Под мудростью мы будем подразумевать особое качество аналитического ума, которое выражает наше отношение к миру и самому себе. Мудрость – это плод многих и многих лет вашей жизни, ошибок и неудач, надежд и разочарования, веры и предательства, пересмысления себя и окружающего мира. И, наконец, обретение себя и своего места в этом мире. Когда вы обретете мудрость, у вас появится, первое, внутреннее спокойствие, а вместе с ним придут эмоциональная зрелость и устойчивость, умение отличать главное от второстепенного. Знание меры воздействия на события, умение подходить к проблемам с разных точек зрения. Второе – способность восприятия действительности такой, какой она есть. Теперь вы будете готовы к любым неожиданностям, способны будете выходить за рамки проблемной ситуации. У вас разобрается способность понимать других людей. Третье – наблюдательность, а вместе с ней придет способность извлекать опыт из всего происходящего и предугадывать будущее развитие. Автор надеется, что знания, изложенные в этой главе, помогут вам в обретении настоящего здоровья, мудрого подхода к собственной жизни.